Нас не так много, поэтому я думаю, что проще будет, чтобы мы сразу признакомились все. Я думаю, что про меня по встрече уже больше информации известно. Я, на самом деле, действительно около двух лет прожил последних в Индии. Собственно, учился там в университете, в Бенаре-Схимной университете, так называемого. Это вообще считается третьим привлечением в Индии университет. То есть первые два не находятся в Деле, а это внутри. Но, так все равно, могу сказать, что, конечно, вывеска, я не знаю, как у первых рук, но у Бичью, она очень такая классная, там куча всяких семинаров, проходят всякие фестивали. Но внутри это вот советские университеты, когда люди не приходят на занятия, или пропускают, или путаница происходит из-за того, что один экзамен должен был быть, в итоге меняется на другое в последнее время. Ну, в общем, полный колода. Вот. Но, по большей части, я могу сказать, что поступала я туда именно для того, чтобы побыть подольше в Индии, потому что вот в тот момент, когда я это делал, Близу вообще давали на один месяц. Совсем сократились сроки. Вот. А я понял, что мне хочется побыть, особенно в Варанасе, подольше, потому что первый раз туда еще приехав, я не знаю почему, объяснить это до сих пор не могу, я же чувствую, что я приехал домой. То есть я долго где-то путешествовал, путешествовал, приехал и понял, что все, вот оно тут. И, как бы, когда я вот эти два года эпизодически выезжал из города, ко мне приезжали разные туристы, я возил их по разным местам, я возвращался обратно в Варанасе, и я вот все-таки вот именно, вот именно этот город, никакой другой, и убеждался в этом снова, снова, снова и снова. Вот. Я хотел бы познакомиться с вами, понять, что именно вас заинтересовало эта встреча, потому что, на самом деле, рассказывать их можно очень много. О этом городе очень мало, на самом деле, информации. Как сластик, как говорится? Да, да, да. На самом деле, если говорить про сластику, это изначально людийский знак, который фашистая, ну, Гитлер, в частности, его, они оттуда его утащили. И сластик, на самом деле, две, есть правосторонние, есть левосторонние. То есть, созидательная энергия и разрушительная энергия. Присмотришь, Максим? Ага. Что-то у нас не бежал, да? Не-не-не, думали, что пойдёмся, если сейчас не слышим. То есть, это как имьян, на самом деле. А Гитлер, он взял только одну часть и сказал, что это выкрали. Ну, он же постулировал, что он ариец, весь и ся, чистокровный. Несмотря на то, что у него, по-моему, евреи были, то он что-то у него снова расцелил. Да, папушка. Да. Вот. Но он об этом абсолютно не распространялся. А вообще, на самом деле, вот если взять ту же самую звезду Давида, да, ну, я вот сюда первый раз только в Индию приехал, мы сели в такси, и на заднем уголовном стекле нарисована была огромная звезда Давида. Я, как бы, спросил у водителя, что это такое, а он говорит, а это наша богиня-мать. И звезда Давида, на самом деле, если взять Янтры, так называемые, есть такие рисунки сакральные, которые, как мандалы тибетские, показывают некоторые структуры энергетические. Это уже отдельный, мы заберем не можем обходить. И среди них, вот, основой является, как раз, вот, скажем, вот эти два треугольника, которые в другом не пересекаются. Это мужское, опять же, женское начало. Потому что звезда Давида, это же, опять же, не Ян. То есть любовник, который сможет быть Янт, это мужчина, и любовник, который сможет быть Янт, это женщина. Ну, это мужская и женская энергия. Ну, ладно. Так все-таки, я хотел узнать, что вас именно заинтересовало в этой встрече, и, может быть, как бы, исходя из этого, я про что-то расскажу более подробно, про что-то расскажу менее подробно. Потому что рассказывают, на самом деле, действительно, много есть про чего. Вот. Давайте так, пойдем, вот, 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 подставку в отличие. Начнем. Вы мне расскажите, почему вы здесь, как вас зовут? Меня зовут Глеб. Привет. Здравствуйте, я знаком. И, в принципе, не могу сказать еще конкретно, просто с этой информацией не получится. Ага. Я так понимаю, что это исторический был опыт, или это... Ну, на самом деле, в этом смысле, он очень многопластный. Если говорить про историю, я отдельно сейчас расскажу. Ну, у него есть и исторические вещи, и не исторические, но самая его большая прелесть, то, что, вот, как он приятель один сказал, такое ощущение, что время здесь заберло. То есть очень многие вещи, они, вот, как происходили 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад. Вот, вот, все то же самое. Я могу сказать по своему опыту, что, если вот на всей планете кончится электричество, газ, нефть, каменный уголь. Там практически, вот, те, кто основные жители, они не заметят этого вообще. Когда я был в 2012 году в путешествии, пол страны было без электричества. Это пять штатов. Это, чтобы вы понимали в цифрах, в цифрах одном штате, в котором находится в Аранасе, в Тар-Продеше, живет все население России. Сто двадцать миллионов. То есть пять штатов, это, считайте, почти умножить на пять. То есть это около пятиста миллионов человек оказались без электричества на целый день. И у них, вот, честно, я в поездке своей даже этого не заметил. Потому что то же самое электричество, оно выключается в течение дня. На три часа, на четыре часа, бац, и нет. Например. И все, и как хочет. То есть, я просто хочу понять, про Индии интересно с точки зрения потом туда поехать, например? Хорошо. Кардышки. Хорошо, Лев. Так. Пойдем, я думаю. Получи. Меня зовут Наталья. Ага, привет. Вот, мы недавно хотим поехать в Индии, побольше узнать. Потому что какие-то еще есть организационные моменты в получении Индии. Ну, какая-то еще целый лес. Вот, а сам Варанасе, у меня подруга там, жила, наверное, 8 месяцев. А молодой человеку, он преподает, ну, 8 месяцев, соответственно. Ну, короче говоря, он там и учился, и не работал. Ага. Ага. И, может быть, им долго, наверное. И, в принципе, этот город ей очень понравился. Ага. А когда она, вот, 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 вот. Просто, может быть, мы пересекались. Может, пересекались. Там все достаточно. Ага. 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 Как ее зовут? Алиса. Алиса? Не, наверное, не пересекались. Алиса точно не пересекались. Что-то интересно. там? Алиса? Да. Ну и просто попробую, чтобы их пр History про какие-то такими ему ну или даже вещи. Ага. Как-то. Они, как, совсем другие люди. А они приезжают и говорят, нет, они такие же как мы. Они и должны не би could 코�AT lam. Да, что-то вообще предложено. Тут есть разные нюансы, да. Да, я понял. Ну, вот такой план. Хорошо. Хорошо. Меня зовут Ксения. Приятно. Ну, я хочу, на самом деле, путешествовать по Индии, причём не по её европейской части, типа Гуа, Горковь, а именно, бывает, что Северная Индия, Хамовая Индия, то есть, я за это должен, то на что следует обращать внимание. Ну, Гуа, я могу сказать, сами индицы уже как и индии не считают. Они считают, что это отдельно. Это отдельно государство уже, которое, например, как колосс, такой кусок, и потом иди к в океану. Ну, меня это пытается многому. История этнографии, да? То есть, это очень важно для меня. Ну, как бы, у меня есть желание, например, до полугода, видите? Вот, хороший период, да. Сейчас визу на 6 месяцев дают. Да, да, да. Могут визу, да? Тоже орган менцев. Ваши души. Ваши души. Ваши души. Да, да, да. Живого человека, который не из сайта. Конечно, конечно. Но я могу ещё раз сказать такой момент, что, вот, как бы, я сам прожил два года и общаюсь с людьми, которые там тоже долго и достаточно жили. Я, на самом деле, скажу, что мои два года – это не такой большой срок, на самом деле. Да, это. Потому что я встречал людей, которые в Индии живут 14 лет. У меня есть друг, у которого семья там 20 лет живет, а там 18 лет туда приехал, и вот до сих пор все там. И оттуда никак выехать не нужно. Люди, которые там 15 лет живут. То есть, два года, на самом деле… Несечковый прокат. Да, практически… Советский. Да, да, да. Да. То есть, как бы, я могу сказать с одной стороны, да. Но с другой стороны, могу сказать, что вот люди, которые приезжают к туристам, когда… Вот у меня сейчас знакомая, например, она до этого два-три раза приезжала к туристам, ну, достаточно с двух сроком, там, три-четыре месяца. Вот сейчас она уже поехала туда на подольше, она поехала работать в Дели, и она вот очень сильно почувствовала разницу. Потому что, когда ты, как бы, турист, и вот тут посидел, там посидел, тут, как бы, ты не так глубоко внедряешься в некоторые моменты, не так глубоко вот проникаешь в эти вещи. А когда ты начинаешь уже синглироваться немножко, многие вещи, они выплывают в этот момент, они становятся более понятны. У меня интересует, как говорится, ну, стоимость жили, эспрошула, да, в неделю, что почемно наш будет. Ну, верно, если это не вот две недели, а можно, раз там были там свои запасы и приехать домой на… Да, я понял вопрос. Можете исследовать, как работать там, да, то есть от удаленой что-ли? Я, конечно, на речи не знаю. Да, да, я понимаю. То есть, что это, может быть, дальнейшее социальное, но как-то, у меня, как-то, филологическое название, и тут есть экскурсия. Да, да. Я, собственно, этим последний год. В последний год я этим помню. Я думаю, что у меня любой сейчас уже не с нами, насколько это возможно подразумевать, и, ну, эти дальние планы стоят. Я понял, понял. Хорошо. Ладно, давайте. Да. Меня? Да, в очереди. Я зовут Наташа. Ага. Почему вы думаете? Я важная в Инди, и с тех пор меня посвятила мысль, что, не знаю, мне захотелось, мне проснулся интерес к этой стране, я поняла, что, наверное, там я что-то для себя найду, но пока у меня нет возможности туда путешествовать, но я хочу узнать, когда это побольше, поэтому мне будет интересно послушать всё. Я понял. Хорошо. Хорошо. Я понял. Ну, то есть, что-то манит, что непонятно? Что-то очень сильно манит. Да. Я не знаю, я не могу объяснить, что, но когда я поняла, что мне интересны Инди, на моей жизни стали появляться такие моменты, когда меня станут приглашать, или там какие-то инвестиции в первую очередь, всё что-то. Раз меня сюда пригласили, я решил... На Алтае есть такой интересный термин, я там, собственно, его назвал, он называется позванный или званный. Это когда считается, что там, собственно, священная гора беруха. Вот. И бывает, что люди туда, когда попадают, то есть, местные жители, они, как бы, не в которых тут говорят. То есть, здесь у нас проста. Его, как бы, гора, она к себе позвала. Именно поэтому он сюда попал. Вот. И в Ананасе, я могу сказать, в этом смысле это очень особое место, потому что вот бывает так, что люди, как бы, туда специально, как бы, едут, и вот почему-то не могут доехать. Вот просто даже доехать до туда. Потому что там вот автобус не туда поехал, что-то случилось. И вот там вот, ну, никак. А бывает так, вот, честно скажу, сам я в Варанасе, собственно, поехал просто потому что... Ну, я узнал, что там, типа, родился Равей Шанган. Собственно. Я просто на Ситаре немножко играл уже до этого. Вот. И мне стало интересно, как бы, приехать на родину, там, знаменитого музыканта. Всё. То есть там что-то вот какое-то, вот, совсем что-то особое. Я даже об этом, как бы, думал и в курсе. Вот. Поэтому, поэтому я понимаю сейчас эту речь и думаю, что, да, наверное, всё непроста. И, да, да, да. И, да, да. И, да, 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 да. И, да, да. Там, на самом деле, всё очень путано. Я постараюсь про это тоже рассказать, потому что со святыми у нас, к сожалению, такая вот большая каша здесь. Честно скажу. По поводу того, что там и как там, в головах страшная каша у людей и как бы не только у нас, как бы. Я видел огромное количество европейцев, американцев, которые там вот эти как бы святые, они хватают за руку, говорят, пойдём, идём. Там начинают накуривать там просто какое-то непонятное состояние, например. Ты увидишь Бога. После этого ничего хорошего будет. Да, посмотри, кто Бог. Вот. Поэтому я, да, я про эту тему тоже отдельно расскажу. Потому что Варанасе, конечно, в этом смысле он эпицентр. Он был один из самых священных городов, в принципе, в Индии. Один из самых древних городов в Индии. Поэтому, конечно, на самом деле особые люди, я бы не назвал это так, они там есть. Но вот для того, чтобы встретиться с настоящими особыми людьми, в общем, задачка непростая, скажу так. Они просто так по улице не ходят, к себе не кидаются, вот я такой святой. Такого ничего там не происходит. Я понял. Хорошо. Это видео даже. Так. Добрый вечер, меня зовут Ирина. Ага. На прошлой Вашей встрече была первый раз. То, что небольшое не получилось. Почему она пришла? Да. В 1991 году его исполнировалось поездка в Индии. Угу. Ну, не получилось. Собственно, поэтому он отправился первый загадок в Пасхо, но не получилось. Серьезно? И произошел такой возврат. Ты еще занимаешься бизнесом, который будет развиваться со следующим годом в Индии. А какого формата Индии? Это Швейцарский клубный прелом. Это юридический сервис и туристический сервис. То есть юридический и туристический сервис. А, я понял. Они будут запускаться в Индии. Просто там будет колл-центр находиться. Ну, естественно, мне это интересно. Да. Совпала встреча. Просто узнаете об Индии и познакомьтесь с людьми, которые связаны с Индией. Но я даже не ожидал, что будет настолько действительно интересна сама страна. Ну, да. Ну, у нас, к сожалению, есть такая история, если говорить про Индию. Я думаю, что это точно так же, как в Америке про Россию. То есть я думаю, что в Америке все думают, что мы тут ходим к валенкам с балалайками и с медведями. Вот очень похожий такой вот цунгур. Есть немножко про Индию, про то, что происходит там, потому что информация, если и есть, то она очень такая какая-то пресверитивая, смазанная и подчас от тех людей, которые там вообще не были. То есть там, например, общество кришнаитов, они как бы постулируют некоторые как бы ценности, которые вроде как идут оттуда, но подчас они сами при этом туда ни разу не ездят. Я не скажу про всех, конечно, они разные бывают, у нас очень хорошие друзья. Поэтому мне было интересно с первой сточины послушать. Ну ладно, что я, в общем и целом, как бы запрос понял, постараюсь на все вопросы ответить. Значит, ну, начнем с того, что город, действительно, если говорить насчет того, что исторический он и не исторический, этот город, который был упомянут в Махабхарате. Махабхарат – это древнейший вообще индийский источник, который ему начисляет что-то около 5000 лет до нашей эры. То есть, можно сказать, что это один из самых гринейших вообще городов на планете Земля. Сколько ему действительно, как бы, не знает до конца никто. То есть, вообще, есть разные легенды о том, что это чуть ли не вообще первый город на планете как таковой. Есть легенда о том, что вода как таковая на планете, она произошла из определенной точки даже в городе. Я расскажу про это отдельно. И есть еще много историй, скажем, такого физического, как бы, эзотерического характера о том, что через город проходят определенные энергетические каналы, энергетические маршруты, которые, как бы, тоже базируются с определенного эпицентра и дальше распространяются. Я вам еще отдельные публикации из книжки покажу, которую написал, собственно, отец моего преподавателя в университете. То есть, он профессор Бичу и занимался как раз сакральными частями Варанаси, не только его. Вот описанием этих вещей. И очень многие вещи, которые я знаю, я знаю благодаря изучению этих трудов и вообще разными примерами на эту тему. Изначально название города на самом деле было немножко другое. Оно было Каши. То есть это как бы одно из самых древних названий. И слово Каши означает свечение. Причем интересно очень то, что в индийском языке слово, ну, на самом деле, в русском, если разобраться, то, что у нас со словом свет очень много разных слов. У нас есть само слово свет, есть свечение, есть излучение, есть сияние, есть блистание, есть просветление. Очень много слов. И в индийском языке тоже очень много. То есть есть и Пракаша, и Рошни, и разные слова, которые описывают свечение. Так вот, Каши – это как бы свет, имеющийся в виду не просто как солнечный свет или свет от свечки, это свет как святоч. Да. То есть по большей части это свет энергетический, скажем. И считается, что те люди, которые могут видеть как бы там не только на физическом уровне, а на других уровнях, они могут видеть как огромные свалки света, они как бы из города светят в космос. Я честно скажу, я ничего такого не видел, но могу сказать, что сама пульсация города, вот когда ты в нем просто находишься, сам ритм жизни, вот просто ты выходишь на улицу, и как люди там передвигаются, как они общаются друг с другом, он просто бешеный. То есть он очень-очень такой высокочастотный, скажем так. Это с борьбы, ты выходишь на Гангу, например, и ты чувствуешь как от Ганги, от нее огромный поток, вот я не знаю, чего происходит, и при этом вот такое просто умиротворение, потому что в индийском языке называется шанти полное. И оно друг с другом сливается абсолютно гармонично. Следующее название, которое можно еще сказать древнее, это Ананда-Ван. Все дело в том, что изначально города как такового не было. Вот это слово Ананда-Ван, оно состоит из двух частей. Ананда, может быть вы слышали такое слово, это означает блаженство. А Ван означает слово лес, то есть лес блаженства. Изначально вообще есть как бы там древние карты такие рисованные. Там были джунгли на берегу Ганги с озерами, и вдоль самой Ганги там было несколько храмов по сути. И потом уже там начался разрастаться город. Сейчасшнее название города – это, собственно, Варанаси. Варанаси, оно состоит опять же из двух частей. На самом деле вот так вот. Это Варуна и Оси. Значит, это на самом деле две речки, которые впадают в Гангу. То есть Ганга, она на самом деле, на протяжении практически всего своего пути от Гималая до Абинкальского залива, она подпитывается реками с Гималая. То есть она течет параллельно Гималая, и речки в нее как бы попитывают ее все время чистыми водами сверху. И вот эти две речки, которые перпендикулярно вливаются в Гангу, и считается, что они являются такими пограничными постами как бы городу и охраняют его. Ну, как вот у нас здесь вот Анечков мост, он же раньше тоже был как бы доставой, то есть город заканчивался на Анечковом мосту. Вот вороны и оси, они как бы определяли границы города. И в честь них этих двух речек город и назвали. И эти речки, они названы тоже не просто так. Ворона – это бог Вод, что-то вроде Посейдона. А оси означает меч. Сейчас, конечно, эти речки, они в ужасном честном состоянии, страшные, но тем не менее. И очень интересно то, что Ганга именно в этом месте, можно карту посмотреть. Здесь она у нас есть, здесь, здесь, здесь. Так, вот я вам пышку еще потом завалю. Нет, здесь ее на карте нет, сейчас я вам рисую. Она делает как бы изгиб. То есть она вот здесь растекает, доходит до Варанаси, и здесь делает вот так. То есть как бы здесь она делает так и поворот, и возвращается, как бы получается обратно в Гималайя. То есть внутри города она течет, по сути, с юга строго перпендикулярно, с юга на север. Вот таким вот образом. То есть так она стекает в общем и целом. Наоборот, с севера на юг. А именно в Варанаси она делает такой очень хитрый крюк, и возвращается обратно к горам. Вот. Сейчас уже как бы есть другие названия Варанаси. типа Бенарас, может быть вы слышали, Бонарес. Я когда подавал документы, чтобы в университет, у меня в банке вообще там написали баранов. Ой, мне пришлось их исправлять. Да. Это уже на самом деле изобретение англичан. То есть англичанам было трудно произносить это слово Варанаси. Вот. И они как бы вместо него придумали свое упрощенное название. И Каши, и Варанаси на самом деле они в обиходе. Каши, как правило, используют, когда хотят подчеркнуть вот эту вот старую, как бы, значимость города. Есть много магазинов, которые называются в честь Каши. Есть, например, сам университет, он на хинди называется, то есть на английском он называется, Каши, это как раз Каши, ну, как бы город. А Гишва – это Вселенная, Видьялая – это как бы знание. Ну, то есть как бы университет, от University. Вселенская учебная, можно сказать так. Есть люди, у которых имя Каши. Недалеко от Осигата, я отдельно еще про Гата расскажу, что это такое, покажу сейчас на карте, как они там расположены. Есть, например, место, где собираются очень много туристов, там Чихана Каши. То есть дядечку, который варит чай, назовут Каши. Вот, и это такое место, в которое очень многие европейцы, туристы, они собираются и там сидят перед чай. Так, я смотрю, это уже по кругу пошло. Вадимир, там молоко закипело. Отлично. Ты можешь туда Чиху забросить? Чиху. Ага. Заброси. Так, сейчас мы его подкроем. Вот это сразу идет. Можно открыть сразу вот эту карту, например, 5 недельных. Вот это, собственно, карта Варанасия. Вот, здесь вот, снизу вверх, Кичинганга. Вот это вот территория, таким вот, кругом, это все вот территория университета. На самом деле территория очень большая. Вот, я не знаю, можно ли ее сравнить там по размеру с нашим госуэром, который в Маосе находится. Но, на самом деле, почти сравнение. Вот. Здесь, вдоль берегов, находятся так называемые хатыны. Видите, Рам Хатман, Кармитэгат, Лалитэгат. Гатт, на самом деле, переводится как причал или пристань. Здесь вдоль берега огромное количество ступенек, которые в конечном итоге ведут где-то к дворцам, где-то к храмам, где-то к гостиницам, которые уже сейчас прямо на берегу Гамни. Вообще, сейчас, если говорить о том исторический-неисторический город, по большей части, к сожалению, то, что в Варанасе есть, ему не больше, чем 300 лет. Вот в этой части. То есть, основная часть города современная, она уже вот здесь вот. Там вокзал, дорожные станции, там огромные уже гипермолы строятся, кинотеатры уже почти 3D. То есть, уже глобализация туда тоже внедряется вообще. И теперь живет вот эта вот древняя историческая часть города, и вот этим зданием, по большей части, не больше 200 лет. Почему? Потому что, я думаю, вы слышали про то, что был некий период моголов, которые атаковали север Индии, и те моголов, которые приходили в Варанасе, они старались снести все, что могли снести. Почему? Потому что, ну, это был очень, это же священный город Индусов, вот, его нужно уничтожить для того, чтобы, как бы, насадить свое мусульманство. Но могу сказать, что снести далеко не все. Есть храмы, до которых они добраться не смогли, которые, как бы, уничтожить не смогли, во-первых. Во-вторых, как бы, сбегая вперед, могу сказать, что, наверное, более толерантного города, вот, с точки зрения религии, я, наверное, не видел нигде. То есть, в этом городе живут, на самом деле, вообще, люди всех конфессий. То есть, там живут индуисты, понятное дело, там живут и мусульманы, огромное количество мечетей по всему городу, там живут и сикхи, это отдельное течение уже с такой более-менее современным. Там два католических собора, в которых эпизодически там, например, хали-хали, халю-халю-халю-халю-халю-халю-халю-халю-халю-халю-халю. Ко мне однажды на берегу пришел юноша, принес, значит, книжечку «Лорд Иисус», в которой практически Иисус был нарисован, что-то не в позе лотоса с цветочками. Кроме этого, город, на самом деле, он разделен в том числе на районы, области, в которых как раз люди живут. Кто-то из Афганистана, кто-то с Азербайджана, в том числе, с Бенгалии, это западная часть Индии, с Бехара. Русских много? Русских не очень много. Русские есть, у нас было там что-то вроде коммуна такое небольшое, но могу сказать, опять же, возвращаясь к этому, что город очень непростой. И я не раз наблюдал, как бы, сцены, когда люди туда пытаются приехать, как бы, скажем, на Падоовше, например, и вдруг их прямо... Ибо наоборот. То есть люди приезжают там на один-два дня, а потом неделю не могут уехать, вторую не могут уехать, все никак не могут уехать. Вот. Но вот из вот таких историй, например, у меня последняя была там, например, встреча с израильтянином, ну вот сейчас расскажу, как вам такая двухэтапная, будет, я думаю, интересно понять тоже, как индийцы мыслить и вообще, как это все происходит. Встречаемся мы с ним в магазине, я отправлял посудку там к своему приятелю в очередной раз, и он мне рассказывает о том, как он встретил какого-то мальчика, который рисовал геополитическую карту мира. И на этой карте он нарисовал, значит, Индию, нарисовал, значит, Америку, нарисовал, там, Россию, еще что-то, и на пол карты нарисовал Израиль. На что, значит, юноша из Израиля ему говорит, мальчик, ты понимаешь, что на самом деле Израиль это такая маленькая страна, что ее, в принципе, можно за день проехать, как бы, на машине из одного конца в другой. И там количество людей меньше, чем в твоем городе, собственно. Мальчик сказал, дядя, я тебе не верю, ты меня обманываешь. Почему я вот так подумал? Потому что он, видимо, видел большое количество туристов, которые вокруг него ходили и которые были из Израиля. Поэтому по-общему, как бы, количеству туристов он решил, что страна Израиля просто огромная страна, поэтому, собственно, сколько туристов. Но интересна была вторая встреча, когда я опять вдруг встретил этого Израиля, он говорит, ты представляешь, меня вдруг здесь обнаружили, как бы, там, какую-то проблему в ухе, что мне для того, чтобы ее решить, мне нужно срочно ехать именно к себе обратно домой, потому что нигде больше именно эту проблему решить не могут. То есть вот с таким вот, прямо, стопроцентным попаданием. Его взяли оттуда и отправили домой. Да, и бывает, конечно, наоборот. Вот. Но эта карта, она еще интересна чем? То, что вы видите, тут еще слева, вот, как бы, карта всей Индии. Вот. И, на самом деле, там название встреч у нас было «Вранасия – это Индия миниатюра». Это, на самом деле, не просто пустые слова. Почему? Потому что вот эти две карты, они имеют строгое соответствие друг с другом. А вот эти точки, видите, циферки и всякие, это, на самом деле, самые сакральные места, которые есть вообще по всей Индии. То есть их тут около двадцати четырех, он находится вот здесь вот. Это вот, рядом с девяткой. Ну, вот как раз поворот Ганги. Вот он вот так вот, раз, и вот обратно спускается вот здесь вот. Вот. И вот это вот святые города и святые места, которые есть по всей Индии. Ну, вот, например, там входы Пушкар – это место, единственное место, в котором до сих пор поклоняются Браме. То есть, в принципе, сейчас есть, ну, как таковы, есть три основных божества – это Вишну, Брама и Шива. И в «Вранасии» я отдельно про это еще расскажу. Это город именно Шивы, его, скажем так, его дому. Вот. А Браму, его по некоторым причинам, там целая легенда есть на эту тему, его в Индии перестали уважать. Хотя это, казалось бы, Бог основной, тот, кто создает, вообще, весь мир. Создатель. Вишну, он, как бы, сохраняет то, что Брама создал, Шиву он трансформирует. Но, тем не менее, вот, единственный город, в котором до сих пор есть храм, посвященный Браме, они вот, собственно, остались в Пушкаре. Там, я не знаю, Конорг, например, это храм, огромный там исторический храм Солнцу. Пури, например, это город, в котором огромный храм Джаганатху, которого не хинду, то есть те, кто не индуистов, вообще не пускают. Вот. И дальше, вот, если мы возьмем любую цифру, ну, например, два, то мы можем увидеть, что эти же цифры, они и здесь. Вот, например. То есть, на самом деле, вот, тем местам, которые есть в Индии, в целом, существуют свои, скажем так, как порталы, находящиеся в Варанасе. Причем не только в Индии, вот видите, тут в Непале тоже несколько точек есть. В частности, например, в Непале есть храм, который называется Пашипутинабх. Это самый известный храм шиваитский в Непале. И аналог ему, он находится вот где-то вот здесь вот. Сейчас я боюсь соврать. Да, вот в какой-то вот части. Можно уже посмотреть, где он сейчас у нас. А, это у нас, чего у нас? А, это здесь, нет, выше должно быть. Это либо пять, либо девятнадцать. Сейчас посмотрим. Чем-то я его пока не люблю, спрятался. Ну, вот Кидарнах, вот он, Кидархат. Здесь вот Кидарнах, соответствующий храм. Девятнадцатый, вот он, по-моему, здесь спрятался у нас. А, вот он, нашел. Вот, видите? Там храм, который сделан из дерева. Вообще, как бы, в основном, все храмы, которые делаются в городе, они каменные. А именно этот, по большей части, сделан из дерева. В Непальском стиле. Вот. И, по сути, как бы, получается, что посетив Варанаси, можно сказать, что можно уже практически… Ни днем тюрема. Да, никуда не ехать. Но, вообще, ходит легенда о том, что один день, проведенный в Варанаси, он равняется трем годам суровой аскедры. То есть, из-за того, что город очень непростой, из-за того, что он очень сильный, и из-за того, что в нем происходит, то, вот, как бы, считается, что просто даже думать о нем, как бы, вот, разговаривать о нем – это уже, как бы, очень большое дело. А, как бы, ехать в него – это еще лучше, а быть в нем – это вообще просто сказка. И поэтому индийские паломники, они эпизодически совершают огромные пешие маршруты для того, чтобы попасть в Варанаси, там, в других городах. И, кроме туристов, которые туда приезжают в огромном количестве, конечно, там огромное количество приезжих, собственно, самих индийцев, которые приезжают с Южной Индии и с других частей Индии для того, чтобы посетить храмы, для того, чтобы окунуться в Ганги, для того, чтобы совершить некоторые обряды. Вот, значит, ну вот, есть вот такая книжка, я могу пока пустить ее по рукам. Здесь вот основные достопримечательности Варанаси, которые есть. Значит, что еще я хотел рассказать именно из таких основных вещей. Значит, если говорить о том, как, например, там, если жить, да, то есть о том, как жизнь происходит в целом. Есть какие-то там дни жесткие, которые, да, россиянам показываются очень несовместимыми с жизнью? Я думаю, что таких, чтобы несовместимых, наверное, нет, да, все-таки люди туда приезжают и как-то живут. Но, например, как бы женщины купаются там в одежде, да, то есть как-то там в бикини каком-то. Лучше этого не делать и, в общем, скорее всего, этого никто там делать не даст, вот. Поэтому этого лучше, конечно, не делать. А так, в принципе... Что, в целом, вот гендерные отношения, которые пристраиваются? На самом деле, я могу сказать... То есть к родейцам или, наоборот, к востоку? Скорее, скорее, да, скорее. На самом деле, там, если говорить так, и люди в паранжах, в том числе, ходят. То есть там, как бы, мусульмане есть, и мусульманы, и жены, они ходят в паранжах, одетые полностью. Чувствование, да, вы понимаете, русская женщина как будете, насколько себя комфортнее будет чувствовать? Здесь я могу сказать так, что здесь зависит от того, как себя поставить. В том смысле, что если одеться скромно, одеться как бы не выделяющейся, и не создавать, скажем, излишнего, не привлекать излишнего внимания, то, в общем, никто особо не... не создав никакой, да, неприятной ситуации. Вообще могу сказать, что в этом смысле у них традиции варанаси особенно, они очень серьезные, и в том смысле, что, там, скажем, увидеть, например, юношу с девушкой, обнимающейся даже просто на улице, практически невозможно. И у них, в том числе, например, из-за этого можно увидеть другую ситуацию. То, что вы можете увидеть двух молодых людей, которые идут весело вот так вот за ручку. При этом у них нет никаких вот, как раз, каких-то взаимоотношений, просто им нужно как-то компенсировать. То, что у них нет возможности иметь общение с противоположным полом, и у них это переливается вот просто в дружбу. То есть если парни идут за ручку... Это ничего не значит. Ничего не значит. Это абсолютно ничего не значит. То есть я видел, ладно парня, я видел здоровых, огромных психов с бородами. То есть большущие такие дядьки, которые вот... Нежная дружба очень женская. Там это может быть необычно, но можно сразу подумать, что действительно что-то не ладно, не-не-не-не. Особенно, когда они дают друг другу герман. Да. Все же на этом. Да, да. Но, на самом деле, традиции взаимоотношений к семье, уважения к родителям, уважения, например, к учителям. И меня, например, в университете очень поразило, у них есть такая традиция учителя докасаться до ног. Она имеет некий как бы сакральный смысл в том числе. И... Ну, отдельно расскажу. Я познакомился с некоторым гуру, там, который в свое время преподавал в университете, преподавал санскрин. И сейчас как бы занимается этим тоже. Вот. И в том числе преподает тантру и музыку и многие вещи как бы сразу. И он объяснил, что энергия везде, она выходит через ладони и стоп и ног. И как бы таким образом, когда человек докасается до стоп и ног, он как бы в некотором смысле вступает в некоторое взаимодействие. Вот как раз на неком другом уровне. Вот. А еще интересно то, что у них есть понимание передачи то, что у нас называется от сердца к сердцу. Да? То есть это передача знаний не какими-то логическими размышлениями, а вот когда она передается как-то напрямую когда-то. Тебе сказали что-то, и вдруг бац, и уже все понял, уже как бы ничего объяснять больше не надо. Что-что? Да, да, да. То есть передача произошла успешно, и все хорошо, да. Вот. И я был поражен тем, что даже, как бы казалось бы, уже в современном университете по предмету менеджмент по туризму, который никаким санскритом не имеет никакого отношения, не к танцам, студентам, они все, они до самых ног не касались, но они подходили к преподавателю и касались коленей. То есть вот перед началом занятия там или перед экзаменом подойдут обязательно, пускай символично, пускай формально, но тем не менее они не стеснялись этого сделать, и это происходило. И у них, конечно же, сейчас глобализация их атакует со страшной силой, конечно же они, особенно молодежь, во всюду смотрят, благодаря Болливуду, благодаря рекламе, как бы на запад, им интересны джинсы, футболки, жвачки и все, что с этим связано. Но тем не менее у них вот эта традиционность, она в крови. И они действительно жили в определенном, скажем так, образе очень-очень много лет, и этот образ жизни его не меняли. Нам, к сожалению, в этом смысле не повезло, потому что у нас было очень много перипетий. Революции, такой строй, сякой строй, у нас все время вот смена картинок, смена очень-очень большая глобальной ценностей. В Индии этого не было и не было очень-очень долго. И поэтому некоторые правила, некоторые устои, некоторые традиции, вот они как были сто лет назад, пятьсот лет назад, тысячи лет назад, они как работали, так работают и будут работать. И это еще почему? Потому что в некоторых местах, скажем, жизнь, она вот с, скажем, современным укладом, то, что нам принесло, да, просто, я не знаю, интернет, там, мобильная связь или еще что-то, она до них просто не дошла. То есть деревня, где-то, об этом могут вообще не знать. Они пасли своих коров, они не знали, да, так они их и пасут дальше, и будут пасти, им ничего не нужно. Потому что урожай у них круглый год, ровно круглый год. И деньги, вот как таковы, на самом деле, по приезду в деревню, я понял, что им и деньги-то особо не нужны. Ну, там, может быть, подлечить кого-нибудь, а так, поэтому в этом смысле у них все. Кстати, вот предыдущая фотография сейчас. Вот, вот этот вот справа, там, где дерево большое, вот это как раз тот самый Пошепатимакс, если мы смотрим, вот тут видим. Может быть, дальше будет видно. Вот там, как плывали. Как-то мои друзья приезжали. Да, вот это Кедаркхад, на самом деле, это храм, который посвящен Кедарнатху. Существует, как бы, четыре источника Ганги, из которых, как бы, Ганга стекает. И Кедарнат, Бадринат – это вот одни из них. И внутри этого храма, вообще внутри храмов запрещено фотографировать, вот. Поэтому изнутри фотографии нет. Находится огромная скала, которая, как бы, выходит наружу, уже, как бы, внутри храма, вот. И которая собой представляет лингом. Вообще, нужно тут, наверное, отдельно рассказать про то, что такое лингом. Я думаю, что вы на фотографиях их видели. И немножко рассказать про это, и немножко про шароизм сказать, я думаю, что это будет интересно. А женщины в храмах? Да, да, очень-очень даже, да. Вообще, у них сходить в храм – это абсолютно, как бы, ежедневное такое дело, которое, как бы, ну, как же без этого? То есть, практически утром у всех начинается с того, что они делают омовение, после чего у храмы, да, и после этого… Причём они омовение тут в зимнего периода, когда вода достаточно прохладная. Ну, как у нас вот сейчас, грубо говоря, вот, вот, практически вот с такой же погодным условием, вот, тема у них очень похоже, как вот сейчас. Температура, вот, конечно. Они упаются, вылезают, и ничего. Вот это вот то, чему, в основном, как бы, то есть это, можно так сказать, некий аналог православного креста. Это тот образ, которому идёт поклонение. Это прообраз мужской и женской энергии, опять же. То есть это шива-линга и йони, которые изображают, как бы, шакти. Интересно, что сила, мощь, как таковая, в индийском понимании – это именно женское понятие, не мужское, а именно женское. И мужчина в этом смысле, ну, то есть мужская энергия, она помогает себе направить эту самую шакти, она помогает ей придать правильный вектор. Потому что если у неё не будет этого, ну, как бы, центровежной силы, можно так сказать, то эта энергия, она может быть очень сильной и разрушительной. И сейчас, кстати, как раз, вот, буквально сейчас, там, я смотрел, да, немножко путаница произошла у меня, я так и не понял до конца, то ли вот уже сейчас идёт, то ли вот с девятого числа будет праздник, который называется Дурга-Пуджа. Это девять ночей, посвящённых, как бы, определённым формам, как раз, женской энергии, женским богиням. И в течение девяти дней они будут возить сейчас по городу огромные статуи, танцевать, плясать, бить барабаны, и в конце девятого дня они эти статуи запускают в Гамму. Для того, что вот они наполнили, как бы, эти образы энергии, они, как бы, наполнили реку для того, чтобы очистить пространство. И интересно, что, собственно, делают индийцы с вот этими энергиями. Почему они делают это? Вообще, основная мантра, которую можно услышать в Варанасе практически на каждом шагу, но не только на самом деле в Варанасе, она, вот я по-русски напишу, в Варанасе, в Варанасе, в Варанасе, в Варанасе, в Варанасе, в Варанасе. Она, на самом деле, можно её разделить, как бы, можно сказать, что она состоит из трёх частей. Значит, первая часть – это Ом. Вообще, можно сказать, что вот в этом… Это мантра, которая является матерью вообще всех мантр. Каких только возможно, существует такое понятие Виджа-мантра. Виджа – это означает семя. Существует их не так много Видж-мантр. Это Ом, это Шири, например. И считается, что, как бы, зная эту мантру, уже можно, как бы, все остальные даже… То есть, если по-настоящему понять эту мантру, её прочувствовать, то все остальные, они уже, как бы, из неё сами появятся. Как и семечки, рождаются… Отключение. Да, индийский. Отличное. 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 Вот. И ещё этот Ом расшифровывают как «анади над». Вот эта «а», приставочка в санскрите, она означает отрицание, но как «ан» в английском. «Не» по-русски. «Нада» означает звук. Получается, что «анади над» – это не звук, звук. То есть, это звук, который, как бы, невозможно услышать. Это как в китайском притче «Хлопок одной ладонью». То есть, или «звук великой пустоты». То есть, это то, что вроде есть, а его вроде и нет. И на этом, собственно, построен вообще весь индуизм. Потому что если подойти к такой концепции, что всё есть звук, непроявленный или проявленный в том или ином виде, то в конечном итоге всё сводится к тому, что все божества, все религии, все знания – в конечном итоге это просто некий звук Ом. Если взять ту же самую Библию, там сказано, что вначале было слово, и слово было Бог. Просто вот индийцы считают, что это слово было вот именно этим. И всё. Следующая часть – это «Нама». «Нама» можно расшифровать как имя. «Шивая» как бы «Шивы». То есть, получается, что «Ом» – это и одно из семён Шивы. Или, наоборот, «Шива» – это одно из семён Ома, так скажем. Но можно расшифровать её более глубоко. Всё дело в том, что каждый из слогов в санскрите имеет своё собственное значение. «Инна» означает «землю». «Земля» просто. «Земля». «Ма» – это «вода». «Ши» или в китайском мы можем встретить аналогию «чи» или «ки». «Может быть слышали» или «ци». «Это огонь». «Ва» – это «воздух». «Я» – это «акаша» или «пространство». Получается, что на самом деле «Ом» – это пять первоэлементов, пять энергий, из которых состоит вся Вселенная. Земля, вода, огонь, воздух и пространство, в котором они все существуют. И в тот момент, когда люди проводят ритуалы индуисты, они используют вот эти все пять первоэлементов. И в храмах, собственно, происходит взаимодействие с пятью первоэлементами. Каким образом это происходит? Это, в первую очередь, элементы земли. Это, например, растения. То есть, когда человек идет в храм, они, как правило, могут купить, либо сами сорвать цветочки, которые могут подноситься лингам. Это могут быть листья, желательно особых деревьев, ну, например, дерево бигвы. Кроме этого, вот так забегая вперед, есть определенные дни, в которые лучше всего идти в храм. И в шиваинский храм, вот как-то так получилось, что мы в понедельник проводим сегодняшнюю встречу, а на самом деле лучше идти в понедельник. Почему? Потому что понедельник – это день Шивы. Каждый день недели он, на самом деле, ассоциирован с одной или той планетой, и в том числе с тем или иным божеством. И вот именно понедельник – это день Луны, и Луна, она, опять же, ассоциирована с Шивой. И поэтому, как бы, лучше всего это делать, опять же, в понедельник. Так вот, это могут быть различные растения, различные цветы, которые могут сюда подноситься. Это может быть вода. Причем интересно, что вода из ганги, она называется не просто вода, она называется джель. Это практически как то же самое, как называют керосин или вот какое-то топливо. То есть это не просто вода, это вода, заряженная некой энергией. И в идеале, конечно, это нужна вода не просто из колодца, а, например, из ганги или какого-нибудь священного источника. То есть люди ходят с кувшинами специальными, набирают воду в ганги, и потом приходят, ходят прямо по разным местам, где эти самые лингамы есть, и поливают их, тем самым делая подношение. Следующее – это огонь. И в очень многих местах, особенно в определенное время, там предвечернее, например, предсумеречное, около 5-6 часов, люди ходят, зажигают в храмах свечки, лампады. И дальше, как бы опять же с этим связано, воздух. Они приносят благовоние самые разные, зажигают благовоние и окуривают это пространство благовониями, активизируя эту энергию. В том числе, например, камфор. Камфор, оно очень здорово чистит пространство и очень здорово работает. И следующее, тоже это удивительно, это, собственно, Акаша, пространство – это колокола, звук. То есть во всех практических храмах висят колокола, и любой там, даже ребенок, если он может потянуться, или ему родители помогут, он приходит и со страшной силой как бы бьет вот эту колоколку. Там колокольный звон в храмах практически не перестает звенеть из-за этого. Потому что каждый удар в колку, по сути, это еще один способ помолиться, еще один способ обратиться к Богу. И таким образом получается, что в тот момент, когда люди, они вот с этим работают, они, по сути, в этом месте, в этом пространстве все время эти энергии активизируют. То есть они как бы включают этот божественный компьютер вот на определенную волну. Из-за этого, соответственно, они там пребывают, и оно работает каким-то образом. Вот. Как там у нас масала? Я думаю, что там люди уже хотят хлеба. Готовы? Нужно много грязи? Нет, нет, нет. Нет, еще нет? Только чай. Ну, так оно же заваривает, не? Надо давать и грязи, и сахар. Ну, сейчас. Сидеть неудобно, потому что здесь тут не стоит так. Можно повернуть, как можно. Да, да, да. Опа. Неудобно туда, да. Могу подумать на эту тему. Так, сейчас мы почистим дверя туда. Чем вам помочь? Чем вам помочь? Чем вам помочь? Я думаю, что... Если надо. Да. Вы лучше спрашивайте пока. Пока я буду авторитации, если у вас есть вопросы, то какие сейчас? Графику какую используете в письме? Что-что? Графику какую используете в письме? Что-что? Графику какую используете в письме? Графику? В смысле, какие буквы? Да. Или вообще как бы в университете учат? Графику? Как бы язык? Или на каком языке они разговаривают? Я понял. На самом деле, Индия в этом смысле, она не однозначно. Опять же, она общитель однозначно. Я могу сказать, что я за свою поездку двухгодичную понял, что если ты решил, что ты что-то понял, что оно вот так-так-так-так-так, то вот обязательно найдется кто-то, чего-то, куда-то, что оно раз, объяснить, что оно, в общем, бывает по-другому. Да, но у них есть северная как бы часть, которая в основном разговаривает на хинди, и хинди это, он как бы считается государственным языком, вроде как, но при этом южная часть, например, его наотрез воспринимать не хочет, они говорят на своих языках, и если общаются с иностранцами, то общаются на английском, исключительно. А хинди, он, на самом деле, такой симбиоз. Это треть где-то санскрит, то есть очень многие слова туда перекочевали из санскрита. Треть это, ну как бы скажем так, персидская группа. То есть это часть арабских слов, часть иранских, ну, парси, по сути. Вот. И треть это те слова, которые вы не нашлись ни там, ни там, это английский. То есть, например, клубника на хинди, она так и будет страу-бери. И всё. Причём, как бы, оно будет именно страу-бери. Или там, например, фонарик, по-английски торч. Торч. Да? Он будет тач. И вот никак иначе. То есть это всё с таким ещё налётом, как бы. Я вообще английский там местами называл хингис. Да, потому что они уже совсем английский, но ещё не хинди. Значит, пишут они... В этом смысле язык, на самом деле, очень интересен тем, что сам хинди, он пишется как бы санскритскими буквами. Шрифт это называется деманагари. То есть практически те же самые буквы, что и в санскрите. Но санскрит, конечно, значительно сложнее хинди, потому что у него там огромное количество падежей, и с точки зрения грамматики санскрит очень сложный язык. В хинди в этом смысле всё значительно проще. С одной стороны. Но с другой стороны, если ты знаешь хинди, ты практически автоматически знаешь, например, урду, на котором говорят в Пакистане, который рядом, собственно, с Индией. Но единственное, что урду как раз он пишется другими буквами, он как раз пишется арабскими буквами адаптированными. Всё дело в том, что в урду есть некоторые буквы, которых в арабском языке просто нет. То есть, например, буквы П. В арабском языке буквы П вообще нет. Поэтому как бы пришлось её туда добавить. Есть буквы Б, а буквы П там нет. И, соответственно, арабские буквы дополнены до необходимых звуков. Но слова, сама конструкция грамматическая и так далее, что в урду, что в хинди практически она идентична. Я вот совсем недавно здесь, буквально две недели назад, познакомился с афганцем. Вот я его встретил в магазине, и мы с ним заговорились на урду абсолютно спокойно. Ну да. Вот. Ну да. Вот. Так, например. Или правда. Получается? Да, да. Читать это невозможно. То есть сначала ты никак не можешь понять, что же они имели в виду. Вот. Но да, где-то есть похожие звучания, где-то нет. Где-то они действительно пишут просто… Ну там название, например, да, то есть там дришки, например. Это означает видение. Это может так называться… Как это называется? Оптика. Ну то есть там где очки делают и так далее, ну например. Но вообще с названием у них в основном всё что-нибудь там. Ум или чьего-нибудь честь какого-нибудь божества, то есть… Слого образа, да? То есть у тебя тоже видят эмоции, да? Да, 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 да. Так, ну вот этот сейчас нам поколочь. Вот, если говорить о том, чего бояться, да, и куда не ходить, куда ходить. То есть на эту тему вот рассказать? Со святыми не застыкать? Нет, ну со святыми на самом деле почему? Вопрос в том, что я могу сказать так. На самом деле лица, они в этом смысле очень прекрасны, потому что у них на лице всё написано. То есть если он жулик, и он хочет тебя обмануть, у него это уже на лице написано. То есть если ты как бы хоть немножко понимаешь, как они выглядят, эти жулики… Скрутка уже приготовлена, да? Что-что? И скрутка уже приготовлена, чтобы чакры раскрыть. Ну я в целом, я даже не сколько вот как бы святые, а просто в принципе, то есть у тебя там подъезжает ликша или продавец, он пытается тебе что-то продать. Вот ты смотришь в глаза этому человеку, и уже у него на лице написано, что он вот как бы маму родную продаст и всех остальных как бы не с ним взят. А бывает наоборот, то есть как бы… И эта встреча очень приятная, когда ты видишь, что человек говорит, ну а тебя на самом деле вообще ничего не надо. Ну просто приятно видеть, что ты вот его привез в гости в его страну. И вообще у них есть такая поговорка «Титхиддай лабхава» – это значит «гость подобен Богу». То есть вообще по традиции, как бы, гостю ему вообще можно всё, вся, и как бы если ему правильно услужить, то в общем очень хорошая карма, и всё будет замечательно. И я вот когда ездил в деревню, мне честно было даже неловко, от того, насколько вот как бы вот те жители, которые были, они за нами ухаживают. Ну когда тебя, во-первых, напоили чаем, а мало того, что ты пьёшь чай, и стоит человек, и работает вентилятор рядом с тобой. И они как бы в чай не собились и пьют зажа. Ну я уже хочу сказать, ну сядь, дорогой, ну ладно, нет, вот он будет стоять, и как бы… Потому что вот так надо. Вот, поэтому, конечно, нужно смотреть на людей, нужно понимать, что, конечно, в самый первый этап, по час, как бы, ну трудно сориентироваться, потому что непонятно цены, непонятно, сколько вообще может что стоить, непонятно, кого куда спрашивать. Поэтому, особенно в городах, в которых, как правило, попадают изначально туристы, ну это Дели, например, там уже есть натренированные жулики, в которых уже есть натренированные маршруты, по которым они жулит, соответственно. Вот, то есть, например, там для туристов существует отдельная квота на поездах, потому что людей, желающих ездить на поездах очень много, поэтому на всех мест не хватает, поэтому для туристов специально есть специальные места, где можно прийти и получить специально для себя выделенный билет. Но по дороге вот к этому офису, там целые ряды, то есть там тройной кордон, который тебя хватает, по дороге говорит, слушай, там уже все закрыто, пойдем вот тут вот за угол, я тебе что покажу, у меня в три раза дешевле, и прямо вот куда тебе надо, вот-вот пойдем. Аксендор. Что ж так? Да, 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 только умноженный там в куплю или в квадрат. Это вот на самом деле да, то есть вот то, что у нас на рынках происходит, очень похоже, только нужно умножать еще двадцать раз. Да, да, да. Вот. Если говорить про, там, всякие заболевания, которые могут быть, или еще что-то, я могу сказать, что я очень рекомендую не бояться аюрведы, не бояться, как бы, естественных лекарств, которые там есть, и на самом деле они удивительно, и значительно лучше лечат, чем вот все наши антибиотики, там, анаболики, я не знаю, или еще что-то, что народ везет с собой. Плюс еще, как бы, там аптеки самые разные, и там, ну, как бы, очень хорошие люди работают, и если ты придешь и скажешь, у меня вот тут вот очень плохо, то, в общем, они быстро найдутся, как помочь, и я не раз, как бы, спасался. Там лечились, да? Ну, у меня разные были истории. А вас чем лечили? Я могу сказать, что, вплоть до того, что, это отдельная история, я себе лечу там зубы, вот, чтобы понимать их тяжесть, и их вылечил там, вот, у меня было, там, что лечить, достаточно большое количество, вот, и могу сказать, что очень доволен результатом, потому что там это получается очень дешево, но, чтобы вы понимали, один зуб из качества металлокерамики стоил мне около двух тысяч рублей вместе с работой. То есть на наши деньги это просто даром, потому что, ну, у нас бы это стоило тысяч двадцать, а то и тридцать. Я знаю, что сейчас уже есть, как бы, такой отдельный туризм, именно со стоматологией связанный, то, что люди, они едут специально куда-нибудь. Не обязательно в Индию. И это получается дешевле, чем, как бы, пойти вот здесь вот к врачу, и подчас даже, может быть, качественно. Удивительно, но факт. А когда вы тогда долго уехали, какие-то прививки себе делали? Честно, я скажу, я еще до этого, когда ездил туристом, мы вот с первой мою поездку с приятеля, значит, пошли, здесь есть такой какой-то международный центр, вот, сделали себе прививок, поехали туда, но, честно, я скажу, что вот после первого купания в Ганге, вот вы меня, я не знаю, сколько это правда или неправда, у меня было такое ощущение, что вот все прививки, которые мы никогда бы то ни было делали, они вот с водой Ганги и ушли куда-то, никуда. То есть вот у них так, пфффф, и на состоянии. Вот, потому что я могу сказать на эту тему следующее, что вы можете, как бы, страховаться как угодно, там, покупать запасные парашюты, колеса, там, я не знаю, все что угодно. Если нужно будет, чтобы с вами что-то произошло, оно произойдет однозначно. И чем больше, как бы, нагнетать вот эту обстановку запасными парашютами, там, и прочее, и прочее, тем еще скорее оно в конце идет. Потому что, ну, это оно вот как-то так, да. И понятно, что нужно соблюдать некоторые меры предосторожности, понятно, но нужно просто не перегибать палок. Вот, могу сказать, что очень часто бывают проблемы, там, например, как бы, с пищеварением и прочее, из-за того, что люди приезжают, и тут же вместо того, чтобы начать есть местную пищу, они пытаются по-старому есть, там, как бы, тосты, какую-нибудь яичницу, какой-нибудь салатик и так далее. И не дают организму попасть в него специи. Специи, они, на самом деле, очень помогают настроиться. То есть, нисколько даже бороться с какими-то там микробами или еще чем-то. Хотя и с этим тоже. Перец особенно жуткий, например, или лимид тот же самый. Но они позволяют понять как бы воду, которая, как бы, совсем другая, абсолютно другая. и настроиться вот, ну, скажем, на волны. Адаптироваться? Да, да, да. Адаптироваться. Потому что... А просто воду там жереба пьете из-под крана? Нет, нет, нет. Я пью воду из-под крана. Никому не пожелаю. Две недели с антибиотиками, пробиотиками. Я пью не сырые, я даже спитю, скажу вам честно. То есть, так просто получилось. Что-что из бутылок, да? Что-что? Да, да. Лучше, конечно, из бутылок. В ресторанах, в чиханах, где бы вы там как бы ни покупали, вода всегда фильтрованная, она всегда чистая. Либо фильтрованная, либо много где у них стоят колодцы. Просто вырытые колодцы, и они набирают воду оттуда, и там абсолютно все безопасно. То есть, для кого травить не собирается, это мы по-моему не теряем. Вот. Но могу сказать еще такую штуку. Вопрос в том, что нас пугает антисанитария, не антисанитария. Вопрос в том, что мы здесь из-за того, что вот та среда, в которой мы живем, находимся в такой, как бы, как в инкубаторе. То есть, у нас такие уже абсолютно практически ненатуральные продукты, сплошные какие-то консервы, неконсервы и прочее. Из-за этого организм как бы настраивается на все это, приспосабливается, и как-то вот он существует. А когда он попадает туда, там этого, слава Богу, нет. Там среда, она естественная и натуральная. И в любом случае для организма попадение, ну там, я не знаю, человека, который прожил всю жизнь в городе, его вдруг взяли и вытащили в лес. Но у него будет шок и стресс. Птицы поют какие-то, я не знаю, деревья, какие-то ветки, какие-то лужи, животные, муки крякают, да. И это как бы непривычно, необычно, непонятно. Даже, наверное, страшно. Нечто похожее, оно происходит там. Потому что жизнь, она и происходит в совсем другом литме, в совсем другом пульсе, и это непривычно, это очень непонятно. Я могу сказать, что у них, конечно, очень поразительно то, насколько они жизнелюбивые, насколько у них как бы не сломлена их собственная воля. То есть там можно встретить какого-нибудь парня вот такого возраста, из-за того, что у них как раз нет внутреннего стержня, из-за того, что они не понимают, чего они в жизни хотят, и как их хватают за руки там, то продавцы, то еще куда-нибудь, и говорят, пойдем, и начинается курсель просто. А за счет чего это так происходит? Потому что они в таком ареизводстве уже столько понимают? Я думаю, что в том числе из-за того, что жизнь у них непростая. Из-за того, что ему там, скажем, уже там, я не знаю, 5 лет или 7 лет приходится уже начать реально там, готовить себе еду, или реально идти и работать, грубо говоря. И из-за этого как бы они взрослеют очень, подчас очень, очень, ну, с малолетства. И при этом они счастливые у себя чувствуют? Да, да, это правда. Ну, потому что они как бы понимают, зачем они живут. И я могу сказать, что в том числе у них из-за этого нету, как бы это сказать, такой психозов каких-то или шизофрении, вот как у нас в 2012 год был, а-а-а, конец света, конец света, мы все убираем. Я спросил своих знакомых индийцев, а у них тоже там через газету вот эту всю историю про майя, про конец света, говорит, ну и что? У нас каждый день конец света. Нам что завтра, что вчера, какая разница? То есть у них каждый день, подчас, ну, ты смотришь на людей, понимаешь, что он для него как последний. С закатом мир умирается, рассматривается, с этим миром. Да, поэтому как бы… Ну, тут еще нужно понимать, что, конечно, у них отношение к жизни, оно тоже такое вот непростое. Для них как бы есть перерождение, есть вот эта идея как таковая. И из-за этого хорошую религию придумали индусы как высотку. У них как бы мировоззрение, оно такое в этом смысле, на жизнь в целом, оно неоднозначное. Почему? Потому что, с одной стороны, как бы они пытаются от этого избавиться, они пытаются избавиться от перерождения, они считают в каком-то смысле, что жизнь – это страдание. То, что мы как бы рождаемся на Земле – это как бы некое наказание за то, что мы что-то сделали не так, скажем, в предыдущей жизни, с одной стороны. А с другой стороны, они понимают, что они вот когда умирают, то умирают на самом деле не они, умирают как бы некая оболочка, некий костюм. Это как бы человек взял, снял его с работы, как бы костюм, повесил стену, повезил в другой и пошел дальше. Вот для них как бы в некотором смысле, я не скажу для всех, но такие люди там однозначно есть, для них это как бы с чем-то схоже. И Варанаси в этом смысле – это отдельный, конечно, город, в том смысле, что это город, в котором считается, что можно достичь как раз освобождения от перерождений, и люди после смерти и до смерти приезжают туда, потому что это город, в котором премьеруют, собственно, людей после смерти. И считается, что именно в Варанаси, в городе Шилы, потому что Шилы, он как бы считается как раз огненной энергией, Ши – вам, да, как раз огонь, воздух. Которая очищает полностью душу, и которая может освободить ее от всех привязанностей, от всех недоработанных, скажем, задач, которые нужно было проработать, и освободить полностью. И основной, как бы, целью, скажем, христианина есть попасть в рай. Основной же целью индивиста является мокша. Мокша означает освобождение. Освобождение от привязанности, освобождение от перерождения, освобождение от вот этого цикла постоянного. И это может быть достигнуто двумя способами. Это может быть достигнуто после смерти. То есть, если, как бы, человек осознал себя, осознал себя как Вселенную Душу, и перестал, как бы, привязываться к этому миру для того, чтобы перерождаться. И это может произойти, как бы, в том числе и прямо на Земле. Существует такое понятие, как Джвана Мукти – это человек, который, как бы, он вроде как существует, как живой, но в то же время он уже, как бы, умер. То есть, это освободившийся при жизни. Вот. И цель многих практик, в том числе, как бы, различных индуистских, они идут именно к этому. К тому, чтобы человек смог освободиться и достичь некого состояния, которое бы его, вот он вроде как здесь, а вроде как уже и за пределами вот этих вот законов кармы, причин и следствия. Вот. Так. Ну, я думаю, что надо наливать чай. Так. Вот тебе чашечка? Ну, ты, по-моему, давай. Так. Ну, ты, по-моему, ты, по-моему, ты не видишь? Ты, по-моему, ты не видишь? Ну, можно подкрыть, тоже, конечно. Я не вижу. Так. Ну, ты, по-моему, ты, по-моему, ты, по-моему, ты не видишь? Ну, ты, по-моему, ты, по-моему, ты, по-моему, ты Продолжение следует... 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 какой-то уходит с платформы номер два. Ты, значит, приходишь на платформу номер два. Вот в тот момент, когда должен поезд уходить, в этот момент неожиданно тетечка, значит, по радио говорит, вы знаете, извините, но он уходит не с второй платформы, а с пятой. И все как сумасшедшие начинают бегом бежать по одной платформе. Потому что почему-то он приехал не на ту платформу, а на другую. Такие истории там бывают. Настоящий индийский чай – это легенда или правда? Ну вот он очень похожий. Да? На молоке его, да? Ну, да. На самом деле они, как правило, молока так много. Я его варю прямо на молоке. То есть это просто скипячение? Чай, имбирь, корица, сахар. И все? Да. Завар? Да, да, да. Они сами, что-что? Они с водой разбавляют. Да, они, как правило, скорее молоко разбавляют. Молоко добавляют в воду. То есть они, как бы, так много молока на чай не тратят. Они просто, как бы, в воду добавляют. Там, стаканчик, ну, там, на такую-то лодочку. Ну, может быть, там. Ну, пол литра молока, наверное, максимум бы они добавили, и все. Но он получается не такой насыщенный, не такой, как бы, вкусный, что ли. Я обычно на молоке масава варю. Вот. Насчет настоящего индийского чая, это вообще непростая история, потому что сами они чай не понимают. И у нас, например, в чайных магазинах можно купить очень хорошие чай, там, например, в Сам или в Даржу, где есть коллекционные, очень качественные. Но в самой Индии их практически нет. Потому что практически все качественные чай, которые там есть, они уходят на экспорт. В первую очередь в Англию, и оттуда уже, как правило, там, еще куда-то. Они чай, как таковой, продают. Но, первое, они сами, в основном, пьют гранулированный чай. То есть вот именно его они покупают, там, продаются вот прям, приэтиленными пакетами, таким вот, какого-то, гранулированный чай. И во все, в основном, они заваривают именно его. Причем они его именно варят. То есть они ставят кипятиться этот самый... Котелочек, и прямо, когда вода кипит, они прямо туда вот чай, чтобы он последовательно... Да, чай. Листовой чай, который у них есть, он в продаже продается, но он такой очень грубый. Вот как у нас зеленый чай, например, продается, такой очень дешевый, такой очень горький, его сколько ни клади, как воду ты не готовь, он все равно будет такой горький, противный, невкусный. Потому что, ну, качество такого. И основном, то, что у них продается в лапках, оно вот такого. То есть можно купить в некоторых магазинах для европейцев, вот там, где инфраструктура европейцев развита, там можно купить еще что-то в упаковке, там, красивый даже под чай. Но по большей части они, в общем, не понимают, что это такое. Я, честно говоря, вот за эти два года и страдался, потому что я очень люблю китайские хорошие чаи, там всякие луманы, пуэры, вот. И каждый раз, когда ко мне приезжали кто-нибудь из России, из Москвы, из Питера, я заказываю, ребята, привезите мне хорошего чая. Потому что, несмотря на то, что у них границы с Китаем как бы близки, вроде казалось бы, но они с ними совсем не дружат, и, что касается чая, у них вообще как бы ничего нет. И когда я пытался напоить китайским чаем, вот с моими друзьями они ничего, еще более-менее, как бы, вот вранасик какой. А когда там было где-то, вот я уезжал где-то там, в дороге, они выливали и говорили, что это вообще какая-то здесь. И они не понимают, как можно пить чай без сахара. То есть вот чай без сахара, ну это же вообще не чай. То есть в жизни должна быть сладость. Если в жизни нет сладости, ну что это за жизнь вообще такая? Смысл жизни такой вообще нет никакого. А не вегетариации? Это тоже вопрос очень непростой на самом деле, потому что у нас как бы принято считать, если есть такой стереотип, что все поголовные индийцы вегетариации, это далеко не правда. И вот могу сказать, что для меня, например, даже сейчас был шок, вот мой приятель, с которым мы первый раз ездили в Индии, вот он буквально в прошлую неделю, в среду, он вернулся из Кералы. Он говорит там, вплоть до того, что они даже говядину едят. То есть у них там даже есть как бы фермы с коровьей, и они даже как бы забивают там даже коров. То есть казалось бы священное животное, которое вот табу уже было, абсолютнейшее, тем не менее. Вот. И к сожалению это так. К сожалению они и едят и мясо не везде. В Ранасе, конечно, те кто индуисты, те кто боговянные, они не едят мясо категорически. Но кроме этого, я думаю, что мало кто об этом знает, они, например, не едят ни лук, ни чеснок. По как бы неким, скажем, сакральным соображениям. Потому что эти... По практическим? По практическим. Вопрос в том, что лук и чеснок, они... Человеку уводят в другие состояния, и не дают ему заниматься практикой, скажем так. Некоторой. Легической. Ну это физически что ли? Да. 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 Именно поэтому, как бы, не лук, не чеснока, вот в ашамах, в которых живут ученики, они не употребляют его. Зато много герстей. Что? Да. Да. Вот так вот, да. Вообще, на самом деле, если говорить про святых и про ашам, раз уж мы заговорили, очень интересно то, что именно шиваиты, например, вот то, что есть у нас, они, как правило, представляются такими, как бы, очень брудальными товарищами, как правило, ходящие там голыми, либо в пепле. Это есть отдельная такая секта, как бы, шиваиты, действительно, которые этим занимаются. Но я был, например, в одной из ашамов, который был в Ной-Другузке, который прямо там. Там люди, они как раз не употребляли ни алкоголя, не курили, ни в коем случае. Были полные вегетарианцы, не употребляя ни лука, ни чеснока, и в том числе основное времяпрепровождение было в том, что они занимались наукой. Они изучали транскрипт, они занимались музыкой, они занимались физическими упражнениями разными. То есть вот это было их основное времяпрепровождение. А то, чтобы сидеть где-то на улице, укурившись или уехавшись чего-то, это было исключено. Но на эту тему хочу сказать, что Варанасий, конечно, с точки зрения этого тоже очень толерантен, потому что, в принципе, для тех, кто… Вот я сам вообще ничего не употребляю, но для тех, кто желает обогатить свой опыт потреблением каких бы то ни было веществ, Варанасий в этом смысле – он колондай просто. Потому что там можно получить вообще все, что угодно, и у них фут из-за того, что есть, там, скажем, государственные магазины, которые прийти и, например, купить там… Пхангласий есть такой, как бы. Это когда берется йогурт и перемешивается с марихуанами. После чего становится очень, как бы, у людей, которые это все употребляют, и очень все замечательно. И, на самом деле, подчас это страшно, потому что есть, например, такой праздник Шива Ратрия, как бы, эта ночь, когда считается, что Шива, он, как бы, ну, женился на Парвате, на своей супруге. И каждый год весной празднует этот праздник, и именно этот день индиец, вот индус, особенно молодой, он обязан выпить этого напитка, и чем больше, тем лучше. И поэтому можно себе представить, когда город весь… Вот он, как бы, не как у нас, вот эти зенитовцы на пиве, конечно, это отдельная история, но он весь вот на это вот… Пханг Ла Си, и они счастливые, у них энергии очень много, и это вот… это страшно. Нет, нет, они, как правило, не нападают, но ты чувствуешь себя, как рядом с человеком, обезьяном с гранатой. То есть ты понимаешь, что с этой толпой будет, потому что гуляют они вот на всю широту своей души. Душа у них очень широкая, и гуляют они очень широко. То есть в том смысле, что вот они безудержны в выражении своих эмоций абсолютно на этот момент. Но каким бы то ни было вот именно, чтобы там кто-то кого-то побил, чтобы кого-то там как-то покалечили, еще что-то, ни разу не слышишь. То есть ощущения очень-очень такие непростые, то есть ты понимаешь, что люди безумные, но они при этом, да, не агрессивные, не злые, ни на кого не кидаются, да, да, да. А насчет жилья там, как бы, гостиницы, или можно снимать, или комнату, или квартиру, как бы, как это найти? Ну, в плане того, что… Насколько это распространено? Давайте я вам покажу. Раз уж на эту тему пошла, похвастали. Какие условия… Мортира? Да, тогда я показал, мне сказали, слушайте, а тебя там это самое… посадили в тюрьму, что ли? Что-ли? 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 По-индейски. Ну, сейчас покажу. Вот это вот первая комната, в которой я поселился. Это люкс. По верхам, да? Это комната. Это комната, ну, как бы, дом двухэтажный, в котором, как бы, хозяин, он специально его построил для того, чтобы давать как раз приезжающим туристам, в которой, ну, там бывает. Очень многие едут в Варанасе, чтобы там жить наподолгу, потому что это город, кроме всего прочего, центр науки как таковой, в принципе, в Индии, и поэтому очень многие сюда приезжают изучать музыку, изучать веды, изучать санскрит, изучать айрведу, и учителей во всех этих направлениях достаточно много по городу, и очень многие как бы вот остаются здесь на год, на два, на три, из самых разных стран. Из Италии, из Франции, из Германии, из Японии, очень много людей приезжает, из Кореи. Вот. И вот в одной из комнат я поселился, вот эта, типа, кухня. Вот бомбук как раз в этой стране. Да, вот тут вот вода проведена. Дальше вот это вид из окна, вот прямо тут же на главную улицу. Вот здесь вот, на самом деле, чтобы вы понимали, что это люкс, вот здесь вот живут люди слева. Вот это их жилище. Где? Вот видите, вот на крыше, видите, как бы дряпочку палит здесь. А, бунгало, да? Да, да. То есть вот они вот тут вот живут внизу, вот у них лестница вниз, они там жгут дрова и готовят еду. Всякие отхожие места. Там у них кухня. И вот там вот внизу, видимо, всякие отхожие места. Вот. Очень любят они внутри домов делать вот такие шкафы, которые прямо встроены, то есть они прямо при строительстве вот кирпичами делают, как бы. И благодаря этому сезон дождей, который там на самом деле около полутора-двух месяцев идёт, там размокает вообще очень много чего, ну, как бы мебель не гниёт, её не едят жучки, и очень-очень практично. Вот это моё спальное место. Вот это вот, как бы, очень важный прибор. Да, особенно я там был летом, собственно, я провёл июнь, например, в Варанасе, когда жара до 55 градусов, и электричество вырубается, и сидишь и просто медитируешь на это устройство, в ожидании, когда же оно опять заработает. Вот. Это, конечно, очень необходимо. Как таковой газовые проводки там в квартирах нет, продаются вот, можно пойти купить отдельно газовую плиту, причём плиты там можно там одинарные, двойные, четверные, ты какой хочешь. И газовый баллон. Газовый баллончик там тоже от мало до, там сами они используют вот такие 15-литровые баллоны, которые там один раз заправил, и его хватает там месяца на три спокойно, в принципе, одного человека может даже на четыре хватить. Вот. Это вот лестница у меня на первом этаже в этом доме, а это я переехал уже в другой дом, это браминская семья там жила, мать с двумя дочками. Перед самым моим отъездом одну из дочек выберем замуж. Вот. Это было целое событие. Вот. Тут комнатка уже побольше, какая-то просторнее. Это вот ещё у меня прохинги всякие. Это вот кухня, которая отдельно, собственно, была, с полочками, со всеми делами, отдельно ванная. Вот. Мы, собственно, скоопилировались. Там я встретил парня из Москвы, который уже тоже жил там около двух лет, тоже учился в университете на другом, но санскрит изучал. Мы с ним вот как бы скоопилировались, две комнаты параллельно сняли там в этом доме. Они тоже как бы строят дом и строят комнату для жильцов, потому что для индийцев это очень, очень выгодный бизнес. Сколько это стоит? Вот. Вот такая комната стоит на русские деньги две тысячи рублей в месяц. Рублей. Сейчас уже даже меньше, потому что сейчас уже один рубль – это две рупии. То есть эта комната стоила три тысячи рупий в месяц. А ни разу не из ауталета? По-моему, отдельно. Я просто его не фотографирую. В ауталете нет горячей воды. Вот. И я отдельно вам сейчас еще покажу, как работает водоснабжение в Индии. Я когда это все выяснил, я приехал домой, моих хозяев не было, и воды тоже в Украине не было. Если в Украине нет воды, значит ищи, где же она. А ванная была? Нет. Ванная Шазахо, как таково, практически, очень-очень редко где это есть. А в домах нету ванны? Как правило, есть душ. А ванны нет? Нет. Это место, где можно помыться. Я понимаю, да. Как правило, это душ. Как правило, это душ. И там, где, как таково, горячего водоснабжения нет, как правило, ставятся бойлеры. То есть большие бойлеры, которые нагревают ту самую воду за счет электричества. Нагревают они достаточно быстро. Как правило, нагревают нас? Вот. По поводу солнца. Вот сейчас я покажу, как... Во-первых, как устроено индийское электричество, да? Вот это вот, как проведено электричество в наш дом. То есть я прихожу, электричества в доме нет. Вот. Я зову своего приятеля индийца. В конце концов мы приходим, выясняем, как тут идет электричество. После чего он берет длинную палку, делает так... БА! БА! Электричество зарабатывает. Он говорит, все. БА! 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 Электричество готово. Электричество готово. Вот. То есть все равно все вот такое, и, конечно, это подчас страшно, потому что у них огромные трансформаторы висят у тебя, где ты идешь по улице, над головой, и вдруг они начинают искрить внезапно. Вот. Так что вообще... Значит, вот это как вода попадает нам в дом. Значит, снаружи в дом входят вот такие трубы, причем вода изнаружи, из общей системы водоснабжения, она попадает только два раза в день, по два часа. То есть с семи утра до девяти, и что-то там, по-моему, с восьми вечера до десяти часов вечера. Вода вот оттуда, она идет. Все остальное время она оттуда не идет. Что же делать? Дальше у них ставится вот такое устройство. Ну, как пример. Электронасос. Да. Это электронасос, который в этот момент включается. Вот. Причем он у нас не включался, мы еще его чинили, потому что у меня там кое-что поломалось. И вода попадает вот в такие вот устройства. Это огромные баки, которые стоят на крыше. И вода, благодаря насосу, она по трубам забирается наверх, и заливается вот в эти самые баки. Вот. Вот она там уже. Слава богу. Вот. И действительно, как бы, в период, скажем, весенне-осенне, она там очень хорошо нагревается, не нужны никакие эти самые водогреи и так далее, и можно ее пользоваться. Но летом, я вам скажу честно, оттуда идет просто кипяток. То есть она не просто нагревается, она очень нагревается, и мыться в ней практически невозможно, потому что это страшно. Можно свариться. Да. 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 Поэтому. Может, штульчик сюда поставишь? Не-не-не, я очень хочу, что тут куча стульев. Хорошо. Вот. Но, на самом деле, если говорить про цены и жилье, то, в принципе, как бы, Индия очень демократична в этом смысле, потому что, ну вот, у меня знакомый, он снимал дом целый, как бы, с небольшим садиком, со всеми делами. Это стоило, может, что-то, по-моему, около 1500 рупий. Это на наши деньги, это, считайте, делитесь пополам. То есть, ну, где-то 200 долларов. Да? То есть там где-то 5-6 тысяч рублей. Это отдельный домик, в котором, как бы, там есть кухня отдельная, отдельный там холодильник и прочее, прочее, прочее. То есть, если снимать на подольше, можно вот за какие-то такие деньги найти очень что-то приличное. И если говорить о том, что какие-то могут быть блага, да, то можно и горячую воду организовать, можно и хороший интернет организовать, можно и бесперебойное электричество организовать разными способами. То есть где-то ставят аккумуляторные батареи, например, для того, чтобы в случае общего отключения его включать. Да, но, включать его. Есть дизель-генераторы где-то у дома стоят, для того, чтобы можно было за счет, ну, дизеля, как бы, подпитать дом и не остаться без электричества в этом случае. То есть, на самом деле... То есть, если налога обосновывается... Да. Свитч понравится. Свитч понравится. Свитч, конечно. Конечно, конечно. Полный рост. Если ездить, то, в общем, где-то можно там ночью гостей спередовать, а где-то там хозит. А как-то на славеск, это вот понравилось. А где-то на неделю. Ну, то есть, ну, на неделю, 10 дней, там, да. То есть, вроде, как будто искать квартиру, да? Можно? Ну, я думаю, что смысла особо нет. Можно найти достаточно хороший, недорогой отель. То есть, я скажу, что с горячей водой, с видом прямо на Гангу, например, я вот знал как бы отель, который стоил, по-моему... Ну, вот сейчас последний раз он стоил, что там, типа, 500 рублей. Ну, то есть, 250 рублей в день. 250 рублей в день на двоих, мне кажется, что это вполне подъем. Но, на самом деле, если говорить о шикарных отелях, да? Да, вот что-то понимаем. Нет, ну, чтобы было понятно, что вот, какой может быть максимум, в принципе. То есть, вот я... Меня привезял достаточно состоятельный путешественник. Я пожил в таких отелях, и могу сказать, что я понял, что туризм может быть и на очень высоком уровне выйти. Несмотря на это, ну, номер может стоить 3,5 тысячи рупий, 4,5 тысячи рупий, но это номер просто супер. То есть, 2 тысячи рублей в день, скажем, 2,5. Ну, как у нас в Москве или Питере гостиница сейчас стоит. Но это уже будет, то есть, как бы несравнимое качество с тех, что будет у нас в Москве или Питере. Вот. А так, в среднем, ну, максимум 1000 рупий, то есть, 2 рублей 500. У нас уже неудоба будет вообще недорогое, непрезентабельное. В плане безопасности, опять же, остаются вещи. Это нормально там там? Как правило, в таких местах лучше всего с собой иметь замок. Его можно, в принципе, и там купить. Вот. А так, как правило, там уже изначально двери, которые есть в этих гостиницах, они закрываются на замок, который там висит. А ты его можешь взять и прицепить в свой собственный замок и быть уверенным, что никто ничего не скроет. Это первое. А второе, конечно, лучше, прежде чем синиться куда-то, если есть возможность, либо через друзей, либо через там, скажем, через сайт, либо через путеводителя, как правило, это делается, просто убедиться в том, что эта гостиница, она проверена, и что все в порядке. В этом смысле, на самом деле, очень хороший сайт, я не знаю, слышали его или нет. Три подвази называется. Вот очень рекомендую. Это сайт, в котором, как бы, он сделан специально для путешественников, и для того, чтобы они могли оставлять отзывы о своем опыте, пользованные услугами разными туристическими агентствами, в первую очередь отелями. То есть вот предполагаешь, что хочешь заселиться в этот отель, но сомневаешься, что он хороший или нехороший. Большинство отелей, скажем, такого среднего уровня, они в этом самом сайте есть, даже индийские. Можно его найти и, как бы, посмотреть, чего люди пишут. Как там интернет найти? Практически есть такая поговорка, что даже в самой глухой деревне есть интернет-кафе. Практически везде по Индии есть первое сайбер-кафе, так называемое, с одной стороны. А с другой стороны сейчас там уже трижи. Вообще у них как бы развитие идет просто не по часам, то есть по секундам. Сказать так, легко можно организовать трижи модем, и он будет работать, там, IRT, например, если взять, то он будет работать практически вообще по всей Индии. То есть можно брать с собой перемостной интернет, если нужно организовать его, это вполне реально. С одной стороны, с другой стороны, действительно, интернет-кафе, они стоят там копейки, то есть час интернета стоит, как правило, 20 рублей, ну, 10 рублей, короче говоря, за час. 10-15 рублей, ну, вообще ни о чем. То есть это не проблема. В многих гостиницах там Wi-Fi прямо в номерах проведен. То есть если ты седешься, то уже Wi-Fi у тебя включен в стоянных номерах просто нахрен. С этим проблем нет. Так, ну вот, что вам еще про Барнася хотел интересно показать. Вот это вообще мало кто знает. Мы остановились на храме, где внутри скала. Да, да, да. Ну, это не страшно, это не страшно. Я вернусь, как бы, к дням недели, на самом деле, к тому, о чем мы здесь говорили. Потому что... Дело в том, что, как я понимаю, я это не до конца подтверждение такого, прямо, какой-то книжки, которую, прямо, это я бы с твоим видом писал и не нашел. Но изначально вообще основное, чему поклонялись яиц, это были божества планет. И на самом деле с планетами у них жизнь, она вся очень связана, и дни и недели у них называются в соответствии с той или иной планетой. То есть, например, воскресенье. Это Рави 2. Рави означает Солнце. То есть день Солнца. Воскресенье. Это Солнце. Понедельник. Это Луна. Сон 2. Вторник. Это Марс. На самом деле, если взять английский, то там до сих пор Сандэй, Мандэй, он как бы так остался. Следующая среда – это Меркурий. Причем интересно, что это Буддава. Причем планета Меркурия, она почему-то называется Будда. Но соотношение с тем Буддой, который был там или его проснепленным, я так и не нашел. Вот такая интересная вещь. Четверг – это Люпитер. Буруар. Пятница – это у нас Венера. Причем Венера – это он. Что интересно. Шупровар. И суббота – это Шами. Это Сатурн, да. У них тоже неделя с воскресенья начинается? На самом деле, изначально, в Наруси. Ведь история в том, что воскресенье стало выходным – это что думали при христианстве. Изначально как бы этого не было. Это уже переделка такая, подмена как бы произошла. Хотя сейчас с Аней и Дицей они живут по факту в двух календарях, в двух системах координат. С одной стороны, у них есть лунный календарь, и все праздники, религиозные. Вот они все по-новому календарю. И в то же время они пользуются вовсю европейским календарем. И события, которые, скажем, День независимости, Новый год, они европейские тоже очень любят праздновать. Кстати, вот очень классный праздник Варанаси. Им у Варанаси есть. Это, например, День воздушных змеев. Там огромное количество людей, от мала до велика, высыпают на крышу и запускают просто дикое количество самых простых вот этих вот четырехугольных змеев. Весь, все небо просто усеяло ими, и вот у них такой вот фестиваль, например. И в Варанаси, например, если говорить про Солнце, которое является как бы отцом планет, есть вообще целое огромное количество храмов, посвященных ему. И эти храмы, они находятся не просто так. Сейчас вам покажу следующий слайдик. Вот оно, да. То есть, на самом деле, все не так просто, как можно покажется сначала. Значит, вот это вот центральный храм, который я вот таки нашел. Там от храма почти уже ничего не осталось. Там осталась колодец и пара небольших храмчиков. Но забраться туда, как бы не знаю, в этом практически невозможно. То есть нужно знать, что он там находится. И дальше видите такие как бы радиалки для него. Все дело в том, что в течение года Солнце, оно встает в разных местах Ганги. Ну, потому что земля смещается, и, соответственно, получается, что восход, он как бы получается в разных местах. И вот эти храмы, они поставлены вот в этих точках. То есть, грубо говоря, тут даже, видите, стоят эти самые зодиарки, по которым Солнце перемещается. И вот здесь вот эти вот Картика, Пунима – это название индийских месяцов. У них, собственно, есть свое название по лунному календарю как раз. И вот здесь, видите, winter, winter – это еще была осенняя, 14 апреля, например, 14 марта. То есть, соответственно, в разное время года соответствующие храмы, они активизируются. И там, если хочется совершить поклонение Бога Солнца, то там в определенное время нужно идти в один храм, в другое время – в другое время – в другое время – в третье время – в третье храмы, например. Ну, вопрос по календарю. Насколько я знаю, в РЕФ тоже два календаря – Солнечная и Лунная. Это как-то вот… Ну, они друг друга взаимодополняют, с одной стороны. Но, насколько я принял, Лунная – он просто более точный. То есть, они как бы… У них тоже названия, свои названия месяцов, тоже по-другому там календарь. У них по Лунному, не по Солнечному – это точно. Ну, общая половина есть еще. Похожие? Зима, зима, лет. Я, честно говоря, не знаю… У Юрия… это самый, Южный… Солнечный календарь. Лунный – это логично, что он абсолютно должен быть идентичным. По логике Ароны Солнечного – не знаю. Кроме этого, в Аронасе есть, например, одна из четырех построенных обсерваторий. Вообще, их всего четыре. Это один из царей. Сейчас покажу его. Джайсинг, да, его звали. Он построил в четырех городах. В Индии – это в Дели, в Джайпуре, в Варанасе и в Джайне соответствующие устройства для того, чтобы наблюдать за движением солнечных светил и высчитывать их точные координаты. Вот это вот солнечные часы, на самом деле. И вот здесь вот, вот эта штука – это циферблат. И в тот момент, когда Солнце светит, тень от него попадает точно не на циферблат, и на этом циферблате до минуты показывается точное время, которое в данный момент существует. Вот эта штука вообще – это адская машина, я как это надо было придумать, не знаю. Значит, это три диаметра, каждый из которых, по сути, является циферблатами, точками отсчета. Дальше вот на эту палку в четыре стороны растягиваются веревки. Идея, понятно, да? И от этих веревок падает тень. То есть она падает сюда и падает сюда, и получаются точки, соответствующие здесь. И благодаря вот этим теням можно рассчитать, опять же, точку того, где находится у нас планета очень точно. То есть за счет вот этих вот теней, которые падают на эти самые циферблаты. Так, ну, про эту тючку я тоже в ней расскажу. Вот. Но, возвращаясь к планетам, в очень многих храмах существует... И вот как раз в Кидаре, про который я рассказывал, который вот этот самый скалат, существуют, как бы, такие постаменты, где девять планет, а у них планет не семь, а у них девять их, потому что существует, кроме Сатурна, еще две планеты, которые, как бы, не совсем планеты. Называются Раку и Кету, это определенные фазы Луны, которые получаются, ну, в ходе ее движения. И индийцы, они поклоняются вот, как бы, этим планетам внутри этих самых храмов. Вот. И существуют храмы, которые посвящены, вот, как я показывал, например, вот, Солнечные. Существуют храмы, которые посвящены тем или иным планетам. В первую очередь, Солнцу, но вторую, это, наверное, вот Шани. И существуют даже города, в которых, как бы, вот, они посвящены именно Сатурну, потому что Сатурн считается очень грозной планетой, очень такой, как бы, страшной, и его нужно, как бы, успокоить, снискать у него, так бы, снисхождение. Вот. И, например, есть такой город Татапани, в котором там для этого стоят огромные весы, на которые человек, который хочет, вот, добиться, вот, этого освобождения, скажем, от злого взгляда Сатурна, он должен принести еды ровно столько, сколько он весит сам. То есть они тащат огромные мешки веса, там, еще что-то, повык на одну чашу весов, на вторую садятся сами. Если, как бы, чашу уравновесивать, все, все отлично. Но главное, что эти мешки, они потом уходят в дом к жаре, ну, то есть священнослужителям. Поэтому там священнослужители не голодают, у них все упадают. Вот такая вот история. Так. Вот эта тетечка, на самом деле, я ее ношу рядом со своим домом. Абсолютно неожиданно. Очень напоминает памятник нашему Петру I. Но, на самом деле, эта некая, как сказать, она боролась за независимых против английских узурбаторов. То есть это вот царит Сулджанин, насколько я помню. И вот сейчас в нее поставили вот такой памятник. Причем он спрятан абсолютно в улочках, к нему вот просто так как бы не подойдешь. И вот я не знаю, сколько два года там жил, и уже только вот за три месяца, по-моему, до отъезда, или за четыре, и я вот случайно вдруг увидел, что вот что-то там, наверное, интересное, захожу, а там вот огромная статуя, очень красивая. Еще этот самый. Вот университет, собственно, посмотреть. И, конечно, территория университета, она очень сильно отличается от в целом того, что происходит в принципе в городе. Это как отдельная такая маленькая вселенная. Он очень чистый, очень зеленый, очень глухающий, очень красивое как бы здание. Это, собственно, весна. Я сначала, когда попал на территорию, я подумал, что осень начала, потому что очень много красных, желтых, красных, таких очень ярких. Вот, на самом деле, цветения растут. Ну, как и у нас. А территорию можно больше пройти? Да, 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 абсолютно. Там, кроме всего прочего, растет манго. Прямо вот, как бы, деревья манго, они прямо на территории. Можно видеть людей, которые уже подбивающие, как бы, плоды начинают сбивать. Там прямо по территории эпизодически гуляют павлины, самые настоящие, живые. Это, собственно, ворота внутрь. Вот заходит движение. Стройка, ремонт очередной. Ну, вот это соседний к моему корпус, это санскритский департамент. Очень красиво, как правильно сделано. По большей части на хинди. Вообще, как бы, на самом деле, изучают они разные языки. Вот это можно увидеть. Это как раз в моем... Я, собственно, был в факультете искусства, он назывался. Как бы, департамент искусств. Почему? Оттоплица фарс. И, в основном, там изучали языки. Вот. То есть урду, персинский, в том числе русский язык. Был департамент русского языка. Я пробовал его устроить, как бы, на уровне персянцев. Да. Но там, в общем, уже была русская детечка Лада, которая уже... Которая уже там все это заняла. Японский, китайский, польский. То есть вот... И, на самом деле, с точки зрения языков, индийцы большие молодцы. Потому что, ну, людей, которые там... Индийцев, которые знают там по 7 языков, по 8 языков, по 9. Я встречал его не раз. И у них, конечно, очень здорово то, что у них очень хороший слух. Они очень быстро схватывают. Очень, очень хорошо улавливают интонации. У нас была история, когда мы шли с приятелем. Нам пришла девочка продавать свечки, которые можно пустить по ганге. Вот. Приятел ей говорит, скажи, рок-н-ролл жив. Девочка тут же вот сходу просто не задумывая, взяла и повторила за него эту фразу. А вы когда учиться начали, вы уже говорили на хинде? Я разговариваю... Ну, на хинде я еще не говорю, а уже начал потихонечку, скажем так... Я понял, что мне это интересно. И понял, что для того, чтобы его учить, нужно ехать надолго. Потому что, когда ты как бы ненадолго в путешествии пытаешься учить язык, ты волей-неволей таки понимаешь, что ты упираешься в какую-то точку, где ты уже дальше, у тебя слов не хватает, нужно уже говорить на английском. И поэтому, в конечном итоге, ну, как бы, ты пару слов сказал и все. Вот. А там уже, конечно, пробуя достаточно долгое время, я уже смог перестроиться, я уже как бы шел на рынок и уже на хинде с ними, там, выбирал продукты, торговался, там, и прочее, и прочее. Но могу сказать, что по моему опыту, я думаю, что это очень индивидуально, наверное, но почему им были первые два месяца? То есть первые два месяца у меня происходило отторжение иностранного языка, то есть вот, как бы, вот эти слова, они как бы-то раздражали тебя. То есть они, как бы, не хотели сливаться с сущностью и как-то вот были дистанирующими таким. А через два месяца все, вот как будто бы какой-то барьер он отошел, переключение на новую радиоволну произошло, и после этого все стало значительно проще. И, в принципе, наверное, стало проще еще с языками вообще, потому что, ну, вот я потихонечку другие языки сейчас тоже пытаюсь изучать, там, как бы, после хинди начал неправильно заниматься, потому что они очень близки друг к другу и очень это, как бы, ну, хорошо выполняют. Вот. И я понял, что вот, как бы, вот после вот этого какого-то переключения, погружения, уже дальше все становится значительно проще. Но, конечно, поначалу, поначалу было непросто, но мой курс, он в этом смысле был проще в том смысле, что, ну, невозможно изучать туризм не зная английского языка. Именно поэтому мой курс менеджера по туризму, он, как бы, был на английском языке. Хотя наш преподаватель, он эпизодически на хинди, как бы, переходил только так, потому что, как бы, наши студенты, а были у меня исключительно индийцы студенты, ну, в общем, они не всегда, как бы, все понимали на английском, эпизодически им надо было делать презентации, и делали они их тоже на хинди, потому что, ну, как бы, все свои мысли выразить на английском, ну, по часу, по часу достаточно, ну, вот. Вот. Вот это, собственно, как выглядит класс. Да, вот, вы можете видеть. С обычной железной партой, с обычными деревянными битами столами, с обычной битой доской. Вот. Вот такой ключёв. Arts. Color. Чего там? Сакам? Да. Каши-хинду. Виши. Виши. Да. Вот это, собственно, мой корпус. Департамент. Огромное количество велосипедов. Вот. Вот. У меня тоже был велосипед, который там, честно, свистнули. Ну, университета. Такое слово даже бывает. Вот это чехана. Я в прошлый раз рассказывал про чехану, теперь её можно, собственно, увидеть, как она выглядит. Ну, вот таким он выглядит. Такие вот гранённые стаканы. У нас в советские времена. Причём эти стаканы, они там, у них бывают от малой до велика. То есть вот в такой стопке до, скажем, вот такого размера, все гранённые, все стеклянные. В общем, они не их любят. Зачем не оплатим? Ну, да. Но, на самом деле, как сказать, для индийцев, например, мой курс, он стоил, по-моему, 2000 рублей в год. То есть 1000 рублей в год. Для меня мой курс, как я иностранец, я взяла 500 долларов в год. Ну, по нашим меркам, это вообще ни о чём. Вот. Я хотел, наверное, про храм ещё рассказать отдельно. Тут, наверное, надо будет порисовать, потому что никаких вещей тут, конечно, нет. Да, обезьян очень много, обезьяны очень наглые. Да, они очень любят, мы, например, еще в первую мою поездку наблюдали замечательную сцену, когда, значит, хозяйка повесила сушиться бельё, вот, уходят, побегают на обезьяны и делают вот так. И всё бельё, оно, как бы, улетает на всю сторону. Делать это просто вот потому, что это вот дамец хулиганин. Да. А так, вообще, как бы, если походить по городу, это может пугать, что все окна на решётках, какие-то вот огромные решётки, как бы, закрытые, они сделаны именно от обезьян. И наши обезьяны, они пытаются пролезть везде, где только можно, и на хулигане, как только можно. Мои хозяюшки, они клеток не ставили, но они эпизодически выходили с большой бамбуковой палкой. Угрожай. Отъясняю, что тут больше делать ничего не надо. Вот. Конечно, нужно рассказать отдельно про то, почему огромное количество индийцев едут в Варанасье. Ещё в том смысле, что в городе находится храм, который называется Хашири-Шмана. Это, скажем так, жемчужина города. И очень много пунктов. Я, например, когда в первые разы как турист ездил, даже не знал о нём, не знал, что туда можно попасть в иностранцу, потому что он спрятан в улочках таких глубоких, и вообще мало кто не узнает. Вот это как раз листья билинг. Помните, я рассказывал, что они кладут их в качестве подношения. Вот это как раз маленький лингальчик, у каждого положены соответствующие листья. Вишванах – это одно из имён Шивы. Вишва означает вселенная, как Кашири ещё её делают тоже. Нах означает повелитель. То есть повелитель вселенной. Это одно из имён Шивы. И внутри этого храма находится джоти-лингум. Джоти означает свечение тоже. Вообще по Индии этих джоти-лингумов всего 12, в принципе, как таковых. То есть вот этих светящихся лингумов, которые… Вот именно они считаются, что огромным столпом света светят в космос. И считается, что вот этот вот храм Кашири Шванах, он является вообще, скажем, отцом вообще всех храмов, которые есть в Ранасе и за его пределами. То есть это как бы такая вот самая главная святыня вообще для всех индийцев и шиваитов, соответственно. С этим храмом есть… Вот это, кстати, лаварка Кунда. Это солнечный храм как раз рядом с ним. С этим храмом есть очень обычная история, потому что мусульмане, они пришли и разрушили этот храм. И мало того, что разрушили этот храм, они на его территории построили огромную мечеть Арамзебовскую. И в тот момент, когда они его разрушили, спрятали в колодец, который называется Жнана-Вапи. Вот я его просто рисую. Здесь, значит, находится мечеть. Мечеть там, где находился старый храм Кашири Шванах. Они спрятали вот этот колодец, и считается, что этот колодец является вообще источником воды на Земле как таковой. Есть целая легенда о том, что Шива, он как бы стукнул свои три шива в этом месте, и вода, она как бы оттуда приведет. С одной стороны, с другой стороны, считается, что отсюда вот пошли как бы знания человеческие как таковые. Это колодец как бы всемирного знания. И считается, что эта точка, вот именно этот колодец, он является как бы центром Варанаси, сакральным центром. Я вам покажу ещё отдельную схему из книжек, в которой он отдельно отмечен, с энергетическими кругами, которые идут по городу. Вот чего там сигналите? Не, мне кажется? Мне кажется. Кажется? Думаем над следующим блюдом. А, слушайте, ну, может, надо его ставить тогда уже потихонечку? Если. Да. Молоком поставишь кипятиться? А, да, да. Мы тогда потом просто риск уже закинем, и всё. Калия погибли. Да. И сейчас как бы рядом с вот этим колодцем стоит новый Кашири Шана. Вот, собственно, вот здесь вот. И внутри него находится вот этот джойти линго. Туда, в идее, как бы ни хингу, ни лингвуисты не пускаются. Но, на самом деле, туда пройти вполне можно. Я туда проводил, как бы, достаточно большое количество людей. И тут нужно, конечно, сказать, что нужно понять, как идти в храм и зачем идти в храм. И, по большей части, я являлся не просто гидом в данном случае, а как бы неким таким праведником. Потому что многие вещи в Индии, в принципе, скажем так, в Аранасе особенно, их невозможно увидеть глазами. Их можно почувствовать. Их можно как-то вот на них настроиться и как бы с ними соприкоснуться, сонастроиться. Есть такое понятие, ради которого индийцы, собственно, идут в храмы. Оно называется даршан. Даршан можно по-русски перевести как передача. Да, это вот прекрасно. Сердце к сердцу. То есть взяли и что-то такое сказали, что человек почувствовал значительно больше, чем было сказано. Или услышал значительно больше, чем было сказано. И когда люди приходят в храм, они приходят для того, чтобы самостроиться с этой энергией, для того, чтобы ее понять, почувствовать, погрузиться в нее. И для этого, например, перед тем, как идти в храм, люди, они, в идеале, как бы должны полностью омыться. Основно, так называемое, сделать. Если возможности такой нет, можно просто помыть руки и ноги. Для того, чтобы очистить свое тело, для того, чтобы оно могло проще получить вот это вот благословение, скажем. Вот русское слово благословение, наверное, очень короче подходяще для этого. То есть каждый храм, у него есть свое собственное благословение. И в Варанасе, в этом смысле, храмы, они очень разные. То есть, например, есть храм Дурги посвященный, граф богине-матери. Вот у него как бы одни ощущения, у тех людей, которые происходят, и с тем, что вот как бы они переживают там. Хашири-шванатха – это именно шаваитский храм. Это очень мужская сила, очень такая чистая, очень мощная. И могу сказать, что разные люди, вот я достаточное количество людей проводил по разным храмам, у них у каждого своя история. То есть, например, одну женщину я привел в Дургу храм, и я не знаю почему, она не смогла сказать почему, у нее просто градом потекли слезы. То есть, вот что-то она такое поняла и что-то такое почувствовала, пережила, что вот ее этот храм перевел в это состояние. Перевожу людей в другой храм, и их, например, как бы счастье переполняет. В третий храм, там, одних людей, например, им очень хорошо, а других он давит. Они просто чувствуют, как вот прямо вот, как будто мустрофобия начинается из-за того, что вот эта энергия, вот, например, в Кедарк-Хате, там очень сильная энергия, очень сильная храм. Вот, они прямо чувствуют, как вот их сжимается страшная сила. Каждый переживает это по-своему. Почему у нас такого неожиданного? Я думаю, что, на самом деле, оно у нас есть. Оно у нас есть, просто оно нефекривизировано. И оно, скажем так, старательно прячется, оно старательно сжигается. Если вы поедете куда-нибудь в Псков, поедете куда-нибудь в Новгород, в какие-нибудь церквушки, которые там, я не знаю, я думаю, что у нас это все найти тоже можно. Тот же самый Алтай, могу сказать. По моим ощущениям, конечно, Алтай и Индия – это разные вещи. То, что места там непростые, то, что они интересные – это однозначно. Взять нашу Карелию даже, да, вот, если далеко как бы не брать. Просто вот в Карелию, если забраться туда поглубже, там удивительные люди, удивительные места, удивительные пространства просто. Причем даже можно в глубь Карелию не взять, а в тот же самый Пятиярлию ехать какой-нибудь или вот там чуть-чуть вкладышку на озеро. Там есть очень интересные места, очень непростые. Просто у нас, скажем так, нарочито сделано так, чтобы у людей, ну как бы, не было этого представления. Не было представления о том, что вообще это существует. И если, как бы, такие представления пытаются как-то появляться, то их либо переводят насмерть, либо это уводится в какую-то изотерщину, которая с этим вообще не имеет никакого отношения. Ну, это мое видение, может быть, не так, я не знаю. Вот, но дальше история с Кашевишланатом, я все-таки про него дальше расскажу. Она очень интересна тем, что сейчас, например, вот здесь вот стоит огромный железный забор, разделяющий мечеть и индуистский храм друг от друга. И поначалу я очень долго думал, что забор поставлен от мусульман, которые могут напасть на... ну, как бы вдруг с ума у них что-то... И они решат, опять рушат индуистский храм. И оказалось, что совсем наоборот. Оказалось, что в где-то 90-х годах в одном из городов, в Иллиоре, индуистские, ну, как так сказать... консерваторы, неконсерваторы... В общем, их достало то, что творят мусульмане вокруг, они взяли палки, камни и просто, прям, голыми руками разобрали мусульманскую мечеть просто по храму. И после этого, как было правительство, оно поняло, что следующей целью будет назначена вот эта мечеть, потому что она находится, собственно, на месте индуистского храма. И поставили огромный забор, там почти 5-метровый забор для того, чтобы индусы... Для меня это было, честно сказать, поразительно, потому что, ну, они как бы самые, что я с миролюбирую, люди, которых я видел, чтобы они ничего не делали с этой самой мечеть. И, по сути, сейчас вот эти два храма, мусульманский и индуистский, они находятся вот прямо в уходах. То есть вот здесь вот проходит намаз, и тут же рядом, как бы, проходят, как бы, тут же ритуалы, которые делают индуисты. Взаимоотношения между мусульманами и индуистами, они неоднозначны, я могу сказать так. Почему? Потому что, с одной стороны, они понимают, ну, как бы, скажем так, правильнее, по кавычку, следующее, они понимают, что Бог – он один. И у него есть куча имён. Его можно называть Аллахом, его можно называть Буддой, его можно называть Его, его как угодно можно называть, но, по сути, это всё единое. И поэтому, как бы, для них нет разницы, да, что идти в мусульманскую мечеть, что идти в индуистский храм. И сикхи, например, они ходят и туда, и сюда, и у них нет никаких проблем с этим, никакого сонанса. Известно, что очень многие мусульмане, в том числе, они мусульманские музыканты в Варанасе, я не знаю, взять, например, Бесмалах Хана, который играл на зурне, он родился в Варанасе, собственно, он очень часто выступал в индуистских храмах. И это, кстати, тоже очень интересная вещь, то, что очень многие фестивали, вот это тоже, как бы, наверное, непривычно абсолютно нашему сознанию, то, что прямо внутри храма, где, казалось бы, нужно вести себя очень чинно, благородно, вот туда вот свечку поставить, хоть вот, в Малейске, не так что сделаешь, тебе там сразу же будет. В индийских храмах это абсолютно не так. То есть, ну, люди могут прийти туда и разговаривать на абсолютно какие-то житейские темы, просто сидеть там и наслаждаться, как бы, вот просто, я не знаю, печеньем там, и никто никому не говорит, вот, там что-то не так делают. Это первое. А второе, то, что в момент праздников, вот, например, вот этот Дургу Пуджа тоже, в некоторых храмах три дня подряд, с 7 вечера, например, до самого утра, там, до 6 утра, они устраивают прямо внутри храма концерты с танцами, с игрой на музыкальных инструментах, пением песен и прочее, 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 прямо внутри храма. И это непередаваемые ощущения, потому что сама, как бы, музыка, само вот действие, как оно происходит, оно очень необычно, но из-за того, что это еще и происходит в храме, действие усиливается во много-много раз. Вот. И это очень интересно. Вот. Кроме этого Кашири-шванатка, на территории университета существует еще мю Кашири-шванатка, как бы, копии этого храма, и вот туда, как правило, у туристов они попадают. То есть он такой большой, красивый, с кучей, как бы, всяких статуй. И еще интересно, конечно, в Индии то, что, вот, то, что я говорю, то, что не увидишь глазом, то, что можно увидеть внутри, что подчас храм он может выглядеть как-то, ну, вообще никак. То есть какие-то голые стены, какая-то, я не знаю, грязь из-за того, что там постоянно приносят цветы, поливают молоко, бьют в воду какую-нибудь. То есть вот такой кисель все время под ногами, может быть, обожженные стены из-за того, что там постоянно жгли лампады и так далее. Но ты приходишь туда и чувствуешь себя как-то по-особому. И можно прийти наоборот, какой-то просто шикарнейший дворец практически, там, с уложенными кафельными стенами, очень красивый, очень весь из себя благородный, но при этом ничего. То есть очень красиво, очень все замечательно, но без души. И вот в Аранасе это вот чувствуется особенно. Кроме этого очень интересного, но вот это, по-моему, как раз один из вот таких вот храмов. Есть храмы, которые сохранились с мусульманских нашествий, и они находятся под землей. То есть есть некоторые храмы, в которые, чтобы попасть, нужно спуститься, по сути, в подвал. Есть, например, один храм, который открывают только на Шиваратрио, находится в глубине города, куда туристы вообще обычно не попадают, который находится на глубине двух-трех этажей под землю. И там есть такая труба, через которую можно увидеть лингам, который там на самом дне находится, ну, как бы в обычные дни. А на Шиваратрио, вот эту вот генусть Шивы, туда можно прямо спуститься и его увидеть. И вот этому самому Джоти Линбову, про который я говорю, вот это как раз 12 Джоти Линбову, вот это их образы, они в некоторых местах города изображены как бы отдельными рисунками, соответственно, значимость особенно выразить. Вот как раз разные. И у них у каждого своё собственное имя. Но Варанаси, конечно, он особенно важен. Почему? Потому что Варанаси – это город Шивы. То есть лингам – это как бы прообраз Шивы. И Варанаси, как самый шиваритский город, можно сказать, что это самый-самый главный житель Линбов на всю Линбову. Поэтому особенно праздники народу, который любвётся в этот самый храм, просто немеряное количество. Это вот, я не знаю, видели ли вы фотографии, когда к дедушке Ленину Молзолей, там очереди через всю Красную площадь проходят, вот нечто похожее проходит на огромные праздники. Причём как бы то место, где находится сам лингам, это как бы по размеру где-то вот такая комната на самом деле. То есть это храмчик такой внутри храмового комплекса, вот такой. И люди туда заходят просто огромным потоком. То есть они заходят, вот только успели его увидеть, практически тут же выходит дальше. Там по-разному бывают разные дни, как бы плотность, конечно, разная, но по большей части вот как бы оно в таком виде. Это богиня Каля, это как бы грозная форма Дурги, которая борется с демонами. Именно из-за этого она такая страшная, потому что кровь демона, она мило её, в момент, когда она его уничтожала, и после этого она стала... О-о-о, вот эта вот картинка какая-то, которую я показал. Да, вот это вот как раз из книжки, видите, Джана Навапи, точка центральная. Вот эта точка – это как раз где находится колодец рядом с вот этим самым храмом. Вообще, на самом деле, к этому колодцу практически туристам не попадает, потому что они о нём не знают, и потому что вход в храм, как правило, для туристов, он с этой стороны, и выход, собственно, тоже с этой. А с этой стороны идут только индийцы. Там как бы для них отдельный вход, и с этой стороны как бы европейцев не пускают. И когда ты сначала сюда как бы пытаешься пройти, ну, в общем, без знаний химии туда не пройти никак. Честно. Что-что? Да, да, ну, там нужно их убедить. Нужно их убедить, что ты никого взрывать не собираешься, что ты вот на пять минут и вот час уйдёшь, потому что рядом мечети, и они очень боятся, потому что здесь просто дорога, она открыта, что если ты сумасшедший иностранец, ты как-то бежёшь в эту самую мечеть, а им потом головой не сдержать. Вот. И, конечно, охрана там, на самом деле, очень много, очень сильно её оберегает, потому что, кроме всего прочего, купол у этого храма, он золотой. Потому что один из царей, он там вложил огромное количество ресурсов для того, чтобы храм этого купола в Джоти-Биринбе сделать из золота. Вот. Поэтому охранников и военных идут по округе, по округе огромное количество, которые за всем этим делятся не для того, чтобы, ну дай бог, там никто ничего не учинил. Так вот, вот эта точка, это и есть вот этот самый колодец, вот эта ганга, протекающая вдоль города, и дальше от этого колодца, вот можно увидеть, расходятся такие круги. Да, и вот к кругам есть подпись соответствующая, что это как раз энергия огня, воды, воздуха, земли и пространства. С одной стороны, с другой стороны это сердце, кровь, лицо, ноги и голова. И вот эти вот круги, они соответствуют определенным маршрутам внутри города. То есть вот это вот, есть как бы некий маршрут по улочкам города вокруг храма, собственно, это дальше его, еще дальше уже внутри города, а дальше существует так называемая Петчекроша. Вот она, собственно, вот. Вот она идет. Это дорога, которая идет, ну то есть она начинается с храма, выходит за границы города, и потом, как бы обойдя вокруг город, люди возвращаются обратно. ее проходит в течение пяти дней, вот, и на вот этом всем пути огромное количество храмов, посвященных самым разным как бы божествам. То есть это прямо там с одного божества к другому, к третьему, к четвертому, к пятому, ну и вот так. В течение пяти дней паломники идут вот этот маршрут, ночуют опять же где-то в храмах, где-то во шрамах, и как бы возвращаются обратно в исходную источку для того, чтобы завершить этот маршрут. И это, значит, пять дней. На машине вот мы проезжали, как бы я вам сейчас фотографию как бы покажу, я в принципе их показывал, по ходу параллельно они были. За день, за день можно проехать на машине, но на пешком, конечно, за день не пройдешь, это около сотни километров кругом. Но это еще не самая большая кроша, существует, сейчас давайте вам, прежде чем показывать, я покажу еще одну картинку. Существует чоусати кроша, это кроша 64. То есть панчи кроши это пять крош, кроша это мера измерения. Вот эта тут была большая, вот она, по-моему. Да. То есть если это около сотни километров пять, то это умножить на... ну где-то восемьсот километров она получается, вот эта чоусати кроша, если не еще больше. То есть вот, видите, центр это как бы Варанаси, и от него расходятся вот эти вот круги. Причем есть на самом деле отдельная наука у индийцев, которая называется вастушастра, это что-то вроде индийского фэншуя, по которому как бы все предметы в доме, сами дома, они строятся определенным образом, распределяется где что должно быть. где должна быть кухня, где должна быть спальня и так далее. И распределяется это потому, что ту или иную область, ее охраняет то или иное божество опять же. То есть, например, юг – это яма, это бог смерти. Север – это, например, самхара. И кубера – это божество богатства, то есть на севере богатство. Это варуна, это у нас запад получается, это бог воды. Это у нас индра, это у нас огонь, и это у нас бронемолния. Индра – это бог громоведец, по сути. Вайю, например, воздух. И соответствующим образом есть рекомендации по тому, где какие вещи должны быть в доме. Где должна быть кухня, где должна быть спальня. И вот здесь тоже нужно увидеть это взаимодействие. Вообще очень интересно, что когда ты начинаешь изучать индийские знания, ну вот я имею в виду, я не знаю, чуть-чуть начинаешь изучать ирведы, чуть-чуть начинаешь изучать астрологию, чуть-чуть начинаешь изучать, скажем, вот это, ты понимаешь, насколько гениально они друг друга взаимодополняют. То есть одно абсолютно полностью состыковывается с другим. И, ну, например, приведу такой пример. Например, музыка, да, индийская музыка, она тоже непростая, и раги, вот то, что играют индийцы, они играются в зависимости от различного времени суток. То есть есть раги, которые лучше играть утром, есть раги, которые лучше играть днем, есть раги, которые лучше играть вечером. И дальше, если мы возьмем, например, уточним это с, например, астрологией, мы можем понять, какую именно рагу в какую вот сегодня, в какое-то время лучше сыграть, да? Почему? Потому что мы можем понять, какая планета у нас более активна, в каком у нас созвездии сейчас, как бы, активации происходит, и понять, какая именно рага, она будет более удобна для этого времени. Взяв вот эту, например, да, идею о вошадке и положении, мы можем понять, где лучше, например, этот концерт сделать, грубо говоря. И таким образом получается, что одно и другое дополняет, и можно жить абсолютно в гармонии с природой. И... Чао. Лучка. Алё, слушай, мне неудобно говорить, я тебе переваню. Пока. Так а сами индийцы, они все люди пользуются? На самом деле сейчас в этом смысле у них некий комфорт. Почему? Потому что, с одной стороны, у индийцев есть эти знания. У них есть люди, которые ими владеют. Но самое удивительное при всем при этом, что самим им подчас это не интересно. То есть для них это вот считается, что это какая-то вот... Ну, как я не знаю, как наши люди с балалайками, с матрёшками, там, грубо говоря. Двое знание. Да. То есть это некое знание, которое старое, дряхлое, которое уже давно-давно надо забыть, засунуть в какой-нибудь главный, старый чулак, и там, как бы, вот его пусть там и будет она. Лукализация. Да, да, да. Но не поэтому, в то же время, на самом деле, существует другой поток европейцев, которые, как бы, понимают ценность всего этого, и они привязывают, подчас, ну, как бы, знаю, больше, чем рядовые индийцы. То есть я не знаю, слышали ли вы такую фамилию Свобода, например. Есть такой Роберт Свобода, автор. Он написал очень интересные книжки и по астрологии индийской, и по Эрвенде, и по Агуре, по отдельной, как бы, секте, которая, как бы, существует в Индии. Очень-очень, так, глобально и очень полномасштабно. В Варанасе я, например, встречал Пулика, которого зовут Марк Дичковский, который вовсю изучает санскрит, играет на фитаре, вплоть до того, что вот на этих больших концертах я его видел, как бы, с музыкантами-индийцами одновременно. Пишет книги по кашмирскому шваизму, которые публикуются, как бы, во всем мире. То есть, сами индийцы, по час, менее интересуются своей культурой и традициями, чем, ну, как бы, приезжие. Я бы не сказал, что это совсем все правы. Мир, конечно, очень здорово, то, что существует преемственность, существует дань традициям, существует дань передачи знаний, апартсаксин и так далее, но, к сожалению, действительно глобализация идет, и сейчас вот эта система, которая у них была, про это тоже, наверное, расскажу, будет интересна. Вообще, изначально существовало 4 касты. Владимир Зиниперебил, говорится, закидывай. Там уже скипел молотком? Да. Да, закидывай, закидывай. Значит, были брамины. Ну, я думаю, что вы это знаете, наверное, но я просто немножко расскажу, в чем идея была. Шатри, значит, вайше и неприкасаемые. Да, то есть существовала система КАСТ. И что эта система КАСТ давала? Она давала то, что каждый сверчок знал свой шесток. То есть были ученые, которые занимались наукой, занимались медициной, занимались учительством, занимались как бы изведыванием нового, и они не занимались денежными вопросами. Они жили за счет шатриев. То есть они не работали с деньгами вообще, в принципе. То есть их сдержало на своих ключах государство. Как у нас, в принципе, ученые, они жили за счет государства в советское время. И то не все, к сожалению. Вот. Шатри – это, собственно, администрация. Это управленческий аппарат, царь, там, неможи, армия и так далее. Они, в свою очередь, жили за ваиш. За счет ваиш. Ваиш – это ремесленники, купцы, которые платили свои, ну, как бы, налоги, которые были необходимы. И для того, чтобы они жили спокойно, и кто-то чистил туалеты и выкидывал мусор, были как бы неприкасаемы. Которые занимались тем, что выгребали помойные ямы, вычищали улицы от мусора и так далее. Кстати, они до сих пор существуют в Индии. В Варанасе, например, каждое утро, несмотря на то, что говорят, что Индия страшная и грязная и так далее, несмотря даже на это, каждое утро они выходят на улицу с велосипедами, которые нагружают огромное количество мусора, которое индийцы выкидывают просто на улицу. И выкидывают они как раз из-за вот этой системы, в том числе. Потому что мы не должны ни Байша, ни Кшады, ни Брани заниматься тем, чтобы выкидывать мусор в нужное место. Для этого существует вот это неприкасаеме, которое должно быть работой. Чтобы он пошел, этот мусор соответствующим образом нанес. Чтобы карма, она работала правильно. В этом еще есть идея. И сейчас, к сожалению, вот эта вся идея того, что все друг друга поддерживают, то есть, по сути, что эта система давала? Эта система давала то, что ученому ему не нужно было заботиться о пропитании своем. И он старался сделать вот то, что он исследовал, тот вопрос, который он изучал, как можно максимально хорошо. Управленцам, соответственно, не нужно было опять же заботиться о хлебе насущном. Если они правильно организовывали быт, скажем так, своих вот этих вот ревесленников купцов, то прибыль шла, и все жили с частыми недовольными. Сейчас же все перевернулось вверх тормачками. Почему? Потому что, по сути, как бы брамены, они вынуждены выживать. Точно так же, как и у нас сейчас. Да, ученые, они как бы вынуждены, врачи, там, я не знаю, учителя в школах, они вынуждены как-то зарабатывать свой хлеб насущный, потому что государство, те зарплаты, которые платят, они смешны. В Индии то же самое. И поэтому брамены, вот те, кто как бы из браменских семей, я их встречал. Кто-то работает в деревне, кто-то работает таксистом, кто-то работает в каком-нибудь отеле, там, подметать чуть ли не полы, либо готовить еду. Брамены, которые, вот, потомственные брамены, у него там, отец и дед и так далее были брамены. Вот. А кшатрии, по сути, сейчас, их как таковых нет, да, то есть у них демократия, и есть, как бы, ну, вот, вот. Те, кто стоят у власти, и которые потихонечку разворовывают, у них точно так же есть коррупция, конечно, не такая большая, как у нас, но у них она страшная, в том смысле, что, чтобы что-то получить, нужно пройти кучу всяких вот… Бюрократия. Да, 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 бюрократия, она очень страшная, очень запутанная, резидентные взятки и прочее, прочее, прочее. Вот. И вот единственное, кто более-менее сейчас существует, это вайши, то есть купцы. Вот те, кто, как бы, перепродают чего-то, как-то, куда-то, как-то, они, как бы, нормально существуют, у них проблем нет. А вместо браменов сейчас, по сути, как бы, в храмах есть такие куджари, которые зашибают, ну, я бы их немножко назвал как богопродавцами, они зашибают дингу за то, чтобы провести какой-нибудь ритуал, за кого-нибудь промолвиться или еще что-нибудь в этом духе. То есть ты приходишь в храм, особенно в север, на Индии, на тебя, на иностранцев, они прямо как вороны. Они летают, говорят, давай пять рупий, нет, давай десять рупий, там, пятьдесят рупий, чтобы у тебя все было хорошо и так далее. У меня, когда мы с приятелями первый раз вот в этот тедаркхат зашли еще, я помню, мы пошли, он нам пуджари начал показывать, где чего, он говорит, так, ну вот ты, значит, вот этому богу чего-нибудь дай, вот этому богу чего-нибудь дай. Мой приятель сначала у него были рупии, а потом он стал пласть рублей. Сто рублей положил, другие сто рублей положил. В конце концов мы уже выходим, он говорит, слушай, а сколько это в наших рупий? Ну он говорит, ну сколько это? Там он сразу же в калькулятор. Он говорит, оба! Говорит, ну ты мне срочно поменяй! Срочно, говорит, поменяй! Потому что я же пуджари, я же не могу как бы выйти поменять. И тебе, как иностранцу, все поменяют. Вот. Ну и в итоге мы ему принесли десять рупий. И вместо того огромного количества он спросил, как же так? Вы же обещали поменять. Он говорит, ну боги же все могут. Они же могут поменять деньги, если надо. Ты-то при чем? Вот тебе на цветы, на это самое. Но к сожалению, к сожалению, вот ситуация таковая, что вот как бы те ученые, которые есть, им приходится выживать. И есть среди них те, кто как бы умудряется это каким-то образом делать. Кто-то спонсируется, то есть все-таки есть какие-то бизнесмены, предприниматели, которые помогают, там не знаю, музыкантам расти и врачам хорошим клиники создавать, или еще что-то есть, конечно. Не все так совсем плохо, но по большей части, к сожалению, вот эта система, как и таковая, она уже перепуталась и перемешалась. Так, а мы, на самом деле, там готовим кашку, которая называется хир. Она очень распространена, особенно в массиве Индии. По сути, на самом деле, чем-то она, можно так напоминать, я не знаю, знаете ли, или нет, такое блюдо русское кутья называется. Вот, чем-то она очень похожа. Вот, но на самом деле в Индии это считается самым лучшим шиво-прасад. Прасад – это как бы подношение, то есть благословление. И вообще, как бы при приеме пищи, например, у индийцев есть такая традиция, они, если есть у них алтарь, они как бы могут поднести как бы часть еды к алтарю, как бы осветить ее и потом добавить в общий котел. Вот, тем самым она становится как бы освещенной, скажем так, едой. Либо это можно сделать, просто как бы некоторые люди, они садятся, просто как бы предлагают внутреннюю как бы пищу для божества, и после этого начинают есть. И таким образом, ну как бы молитва перед дудой, как и в русской традиции, то же самое. Клевно-насущный, да, что нам есть. То же самое, по сути. Вот, и вот как раз такая каша, они в ресторанах у них называются почему-то «райс пудинг». Рис на молоке сваренный с изюмом, иногда крышень какой-нибудь, какие-нибудь орешки они туда добавляют. Считается самым лучшим шиво-просадом. И есть месяц, где-то это с августа по сентябрь, там он тоже плавающий из золотого календаря, который как бы если прийти в храм в 12 часов, то 100% тебя накормят этим самым. То есть они специально, служители храмов, именно вот в эти дни, они как бы с утра начинают готовить огромные котлы как бы с этим рисом, и приходишь, и они тебе как бы кормят его. Есть люди очень верные люди вообще, как у нас? Я бы на эту тему сказал следующее. С одной стороны, наверное, да, но нужно понять просто тут, что такое верность. Потому что я могу сказать, что по моему опыту умереть в Индии из голода, их голода, это нужно очень постараться. Да, потому что, как я и говорил, урожай у них круглый год, и вот тех паломников, которых как бы достаточно большое количество, их ну практически всегда как бы напоят, накормят, там спать не уложат, но спать, ну вот как бы, как там, идешь по улице, например, в 9 часов вечера, в 10 они уже укладываются спать, потому что потемнеет в 6, и видишь, как бы, как вот просто на дороге человек, укрывшись простыней, лег спать, ему больше ничего не нужно, потому что у них холодно, нормально все. А почему это? Да. То есть у них это как бы нормально. А в сезон даже не было прямо спать? А-а-а, под крышей, то есть он находит там какую-нибудь крышу, и там как бы, не знаю, это самое. Я могу сказать, что вот у них чего классно, и я думаю, что именно поэтому они, как бы, такие, как бы, не злые. То, что у них не приходится выживать, как у нас, например, зимой. То есть здесь, например, если ты не нашел места, где согреться, куда приткнуться, тебе придется реально выживать, для того, чтобы пережить зиму. У них этого не нужно. То есть где-нибудь в Гималаях, например, там еще хоть как-то может быть, но даже там, где выпадает снег, и там как бы домики очень на наши избушки похожи. Вот. Но даже там, как бы, температура меньше одного градуса, она не опускается. То есть, да, там не жарко, да, там прохладно. Но так, чтобы там колеть с холодным, как бы, в воду, но это очень постараться надо. А как у них средняя привычка для тот же алкоголизма? По-разному, на самом деле, могу сказать. Вообще, для меня, честно, это было очень странно, когда я встретил первых индийцев, которые как бы выпивали, потому что на жаре, вот я, честно, не очень представляю, как это вообще возможно. Пить виски, например, которые они там пьют. Вот. В Диме в горах, да, вот там вот в Химачале как раз, это понятно. Там действительно они попивают что-то такое. А где-то на юге, как бы, это очень странно, но это действительно есть. Я вот в некоторых районах, как бы, наблюдал, не туристически, практически, когда ты выходишь, значит, на крышу гостиницы, вдруг обнаружишь, вот не Савроу, вот такую гору бутылой. Вот прямо вот такую. Но при всём при этом, что очень приятно, как бы, ни одного пьяного, вот прямо вот такого, чтобы он был в зюзе и прямо как бы, шоу, не видел, не радовал. То есть вот такая гора на крыше, и где-то там в номерах, видимо, они как-то там… Медитируют. Да, медитируют или ещё что-то. Но на улице я их не видел, не радовал. Видел, вот что меня тоже поразило, и это, опять же, менталитет индийцев. Нужно понять, что для них преград нет никаких. Когда сидит человек на берегу Ганги, смотря на священную Гангу, и попивают, как бы, коньячок с водкой перемешанной, вот, как бы, вот… У него такая медитация. То есть у них в этом смысле всё, как бы, легко. Вот. В принципе, у них средства по тому, чтобы, вот, как бы, получить какие-то ощущения, их очень много. И до этого, скажем, вот у них, что правда было в большом количестве, это они бетель жевали. То есть это листья бетеля, в которые завёрнут орех определённый. Он похож на, по действию, на… Как я понимаю, на табак. И точно так же вызывает привычку и уштырит. То есть, видимо, как бы, у людей там, как бы, поднимается энергия, ещё что-нибудь, я не знаю, ни другого. Вот. И вот они очень любят этим делом закинуться. Но это очень неприятно выглядит. Почему? Потому что этот орех, он вызывает огромное слюноотделение, с одной стороны. А с другой стороны, свину окрашивает в красный цвет. То есть, ему порнули рот вот этой красной жирью. При этом ты приходишь к нему в магазин, например, и выплюнуть её он не в силах. Это его сказочный, как бы, нектар, который может расстаться. Вот. Умрау-мрау-мрау. Ты никак не можешь понять. Сейчас, слава богу, они потихонечку, как бы, культурнее-культурнее становятся. Эта привычка у них пропадает. А раньше, каждые стены, они потом это выплёвывают. И выплёвывают прямо, как бы, на ходу и на улице. Они все были вот в этом, как бы, безобрайне. Да, есть у них такое дело. Сейчас уже потихонечку с этим делом становится всё попроще. Вот. Они курят. Да, курят в большом количестве. Плюс ещё у них, как бы, есть свои сигареты ещё страшнее, чем наш беломор, биди, так называемый. То есть, это чисто миди табак, завёрнутый просто в листья. Как бы, обыкновенные. Вот. Ну и, понятно, вот все вот эти вот штуки с марихуаной, и со всем, что с ней связано, понятное дело. Вот. Так. А мне вообще ещё говорили, что там, на дорогах, как-то, типа, полно-беспределы, полно-бьюти вообще запросто. Я могу сказать, что, на самом деле, как поездивши по индийским дорогам, и, например, и вот, опять же, у меня был велосипед, я скажу, что даже, вот я думал, я вот никак не мог понять, как индийцы без фонарей, без лампочек ездят как бы в темноте, как бы это самое. Я попробовал, я вам скажу, что это возможно. То есть... Да. То есть, на самом деле, там у них замечательно то, что, первое, как бы, скорости внутри городов, они не очень большие, ну, там, максимум 30 км в час. Я когда сюда приехал, вот, после этих двух лет, он мне говорит, что я попал. Я даже забыл какие-то вещи в маршрутке, и она от меня так уехала. Я потом где-то, в общем, искал узбеков, которые уехали на ней, и они мои вещи уехали. Да, потому что скорость, которая у нас здесь, по сравнению с теми, это просто космос какой. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, они... Вот, еще раз, у них нет агрессии. Они вот не как у нас, вот тут прямо, ты идешь через переходный переход, специально нагасно отдали, чтобы ты побежал, иначе он тебя забьет. Не-не-не, у них хаос, слава богу, нет, и они стараются, как бы, друг друга не задеть. И, несмотря на весь этот хаос, он просто, как бы, кажется, как бы неуправляемым, этот поток. Но, на самом деле, я понял, как бы, такую сентенцию, что анархия – это мать порядка. То есть, именно из-за того, что у них это неуправляемо, именно поэтому люди, они живут нормально, по-человечески, и, как бы, взаимодействие у них происходит адекватно. Потому что, если к нам поставить хотя бы пару-тройку светофоров, там пробка будет на всю жизнь, вот сразу, просто тут же. Потому что именно из-за того, что это неуправляемо, они быстренько-быстренько ориентируются, как куда вправо-влево, как в кого обойти, так, чтобы никого не задеться, чтобы всем было удобно, всем было хорошо. – Карабо бипикает? – Что-что? – Карабо тогда не сигналит? – Да-да-да, но у них, опять же, у них бипиканье – это, как бы, это сигнал, потому что, друг, я тут, привет-привет, это сам, пусти меня. То есть это не друг, я тут… Сами представляете, то есть это не совсем другой посыл во всём этом. Вот, и поэтому, конечно, я, честно говоря, после первой поездки понял, что если в Москве после этого выключить все светофоры, сначала все перебьются в хлам просто, но через год все пробок не будет вообще. потому что именно из-за того, что вот, как бы, они… – Ну, у нас какие-то, мне кажется, поможем? – Ну, не знаю, наверное, может быть. – Согидзицы. – Может быть. На самом деле, там, если говорить про движение, вот что там действительно страшное, то, что я, как бы, видел, это, например, как бы автобусы на горных дорогах. Когда там, как бы, места для автобуса вообще очень мало, и когда они, вот, друг с другом, например, разъезжаются, там велиметры друг от друга, и тут вот пропасть, она вот здесь. И вот они вот так вот разлетаются, с одной стороны… – А часто они там падают? – Не так часто, на самом деле. Падают? Ну, это все. – Ну, может быть. – Вот. И кроме этого, там, не пугать, значит, там эпизодически идут обвалы. И сваливаются камни прямо на дорогу. И мы там в свое время даже там в момент путешествия там просто застряли в таком месте, что там дорога была там 2 часа ехать, в итоге мы добирались целый день, потому что мы доехали до места, где произошел обвал, мы спрашиваем, а там, значит, тракторы работают и сгребают это все дело, мы спрашиваем, ну, сколько тут осталось, когда мы поедем? Ну, говорят, через полчаса. Проходит минут 7-10, я не знаю, туда. Там трактор бегом-бегом-бегом-бегом отъезжает, и еще сверху наваливается такая гуча, и он говорит, ну, еще пару-тройку часов тут посидим. То есть вот такие истории там могут быть, конечно. – А из-за чего у тебя был обвал? – Из-за того, что смена температуры происходит. То есть они где-то пытаются эти стены каменистые, да, их укрепить бетонные, это самое, но это не всегда возможно. И из-за того, что сначала земля, как бы она замерзла, например, а потом она начинает оттаивать, да, начинают камушки двигаться потихонечку. И бывает так, что они так сдвигаются, вплоть до того, что они начинают все сползать. То есть из-за этого они бывают. Момент переходный. Мы ехали тогда как раз после сезона дождей, как я помню. И, по-моему, именно из-за этого они были. Это был где-то в конец августа месяца, да. Вообще сезон дождей, он начинается где-то в середине августа и заканчивается где-то в середине, в конце сентября. Вот. И я, честно говоря, когда туда ехал, а я ехал, собственно, в августе как раз, чтобы поступать, я думал, что это будет страшно. Потому что это вроде как жарко, и в то же время страшная влажность. Но могу сказать, что не так все страшно. То есть да, как бы мокро, сыро, и подчас там вода вот посюда, где-то по улице, она вот так, но при этом она теплая. С одной стороны. С другой стороны, оно не так жарко. Потому что, как бы, вот эти тучки, они закрывают палящее солнце, которое вот как раз в июне, в июле месяце, оно просто вот... Больше пятнадцати минут на открытом солнце находиться невозможно. Ты себя чувствуешь как под лупой выжигателя. Будто у тебя прямо солнце, оно вот прямо в тебя, вот в голову, вот так вот целится, и лазером тебе тут выжигает ее наставь. Да. А обувь-то там сандалики купили? Когда? Там, как бы, можно и сандалики, можно и кеды купить. В принципе, там все возможно. Даже я заслужил огромные силы. Что сон-то ждет, там и долг заливали? Да. Я знаю, на прошлой встрече, я не знаю, у меня, наверное, должны были сохраниться. Да, вот я сейчас покажу вам. А кроме Варанаси, вы вообще поедете или поедете? Сейчас я вам покажу вот. Да, конечно. Вот это вот в этом году было, собственно. Ну, там где-то была еще фотография. Но тепло, да? Ну, при этом тепло, да. То есть, ну, не так все сложно. По баровскому комоду показали. Вот, сейчас. Ну, где-то была фотография, как раз я в прошлой встрече показывал. Ну, вот, например. Как комфортно. Ванны принимают. А, вот, да. Вот, смотрите. Кричу, в своем дожде. Как, как спать-то? Войне прям? Ну, ничего. у меня еще такой туалетный вопрос можно допустим в кафе можно зайти в туалет или как там же нет ну на самом деле как вам сказать вообще я не на улице ну там на самом деле можно найти место я думаю что там деревья в принципе растут а там есть слоны индийские большие? да 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 они можно кататься? да вот у меня сейчас приятник как раз есть тебя не в Кервелл там был заповедник они катались они даже с ними купались в принципе я даже выяснял его можно купить при желании да да стоит около там двух тысяч долларов так не везде пройдешь на таком большом кресе да ну в общем ты живешь корнику нужно за ним убирать нужно его быть выжим ну что ли ответы смотри его просто не только для человека а так в принципе по улицам они ходят византически я их наблюдал да коровы ненарядные? ну когда как когда нарядные когда не очень коровы коровы тоже ходят? коровы вообще живут просто на улице я могу сказать что Варанаси в этом смысле вообще уникальный город почему с одной стороны как бы там есть аэропорт там есть как бы производство там есть как бы кинотеатры современные модные и все такое но в то же время например выходя из своего дома пройдя пять минут я попадал в хлеб который в девять утра или в девять вечера можно было получить парное молоко прямо из-под коровы за по-моему 20 рупий за литр ну короче за 15 рублей за литр то есть вот прямо на первом этаже дома там у человека был хлеб и он прямо там как бы держал коров а бездомные коровы тоже ходят? их каковых нет то есть их огромное количество гуляет по городу но они на самом деле все не бездомные то есть их просто как бы хозяин иди иди кушать они не бездомные нет они не бездомные они просто питаются неизвестно где да иногда полиэтиленом да и что найдет то как бы и будет но они как бы все кому-то принадлежат на самом деле и кроме того там огромное количество буйлов коз который тоже как бы там и малокутый вот такие смешноружки а у нас таких нет коз ну да 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 я кстати подумал что я хотел вам еще это самое показать чтобы не забыть чтобы не успели убежать до этого у меня же есть видео собственно с крыши моего дома очень красивое так сейчас так сейчас а сколько реально у меня диток это что а сколько реально у меня диток на самом деле вполне реально с одной стороны с другой стороны то есть с низкой денег как вы говорите да то есть это очень не так дорого как у нас и построить его значительно проще чем у нас потому что ну климат позволяет все это делать значительно проще но с другой стороны для того чтобы его оформить на себя нужно быть собственно индийцем да да индийцам индусам нельзя назвать это грубо индийцы и индусы они отличаются друг от друга а отличаются они чем тем что индиецы это жители Индии кто кто живет в Индии а индус это вероисповедание это тот кто исполезает индуизм таким образом получается что не каждый индийц индус и не каждый индус индиец то есть как бы мусульманин может быть индийцем буддист может быть индийцем с одной стороны а с другой стороны индусом может быть европеец если он вдруг принял индуизм и решил что как бы он будет да немножко светлее может быть я свет думаю кто-то потушить что-то виднее но очень ярко ну там сейчас поярче будет а как гражданином можно стать индийцем можно взять себе в жону например индийскую инвестру в зависимости от такие случаи как бы бывают я читал даже блоги девушки которая вышла за ней индийцей которая очень сильно страдала по поводу их менталитета и того что происходит очень интересная история конечно вот но вообще достаточно распространенная потому что среди индийцев есть очень образованные которые живут там действительно то же самое в Лондоне в Кембридже вот тут на соседних крышах мальчишки крикет играют вообще крикет очень распространен в Индии им как англичане завезли здесь есть все играют в крикет поголовно причем на каком-то маленьком пятачке прямо с Гангышева мячик эпизодически полетает прямо туда вот они от этого дела очень тащатся летом все живут и спят на крыше Ян собственно тоже спал на крыше потому что в доме самому спринчевать невозможно стены они нагреваются за день очень сильно а вечером начинают отдавать тепло внутрь и страшная духота и дышать просто нечем поэтому приходится выпираться на крышу а ночью прохладный ветер он обвеивает и хорошо не кусает? нет, комаров нет вообще комары там бывают в принципе а кауки? но кауки в виду такие же как у нас змеи очень много скорпионы бывают трещины вот скорпионы не равны со змеями купались было дело но так чтобы кусать вот не равны не было по поводу комаров могу сказать что комары в Индии очень интеллигентные то есть если как бы наш комар он как укусил так укусил то там значит на один раз прилетит так можно я к вам? потом еще раз и только на третий как бы раз он там укусит а то так чтобы не сильно больно вот то есть у них в этом смысле все значительно проще окупаются со своими жгами или нет? нет там это отдельно можно сейчас фотографии показать рядом с Варанасией это тоже как бы вообще мало кто знает существует деревня в которой есть петроглифы то есть там как бы наскальная живопись которая как бы ну вот по крайней мере профессор в этой книжке он датирует 200 тысяч лет 300 тысяч лет на нашей эры насколько это правда не знаю но как что написано про то и рассказываю то есть это наскальная живопись древних людей причем там несколько фрагментов которые как бы рядом рисовались но в разные эпохи вот и там же находятся огромные водопады очень красивые в которых как бы большой водоем идти туда вот тоже менталитет они приезжают на пикники и оставляют рядом кучу грязной посуды возле этих самых водоемов ну как и наши русские как бы которые на пикники бывают вот и вот там как бы стали купаться в этих самых водопадах да вот и вылезая из водопада я стал обсушиваться и вдруг смотрю из воды вот торчит такая вот голова вообще как бы у индийцев это очень интересно то что змея она не имеет отрицательного характера как вот у нас например в религии а наоборот змея это образ шины и поэтому например вот если вернуться к кремациям то те у кого усила змея их не кремируют их бросают в гангу прямо как есть потому что считается что пришел шива и забрал и тело оно не требует очищения вот это рынок на самом деле тут магазинчики разные вот сюда вот я уходил за покупками своими ежеменными и постоянные движения постоянные движения старикшек вот точно так же не сжигают девственниц младенцев беременных их прямо в ганг их прямо в ганг как бы да и все вообще на самом деле смерть в баранасе это отдельный конечно вопрос потому что люди там со смертью они живут каждый день ты можешь наблюдать как как бы по городу на машинах прямо несут как бы у себя на плечах несут тело человека с криками равна амсатьяхэ это означает что имя равны истины есть имя равны свято есть вот и несут через весь город к местам кремации их собственно в городе две два места одна одна причем интересно что на одной сжигают только тех кто попал в несчастный случай то есть умер не своей смертью а насильственной а во второй сжигают всех подряд там огонь он не то есть там есть один очаг от которого зажигают все костры вот и вообще это удовольствие очень дорогое для индийцев он приходится подчас копить всю жизнь для того чтобы набрать над дрова для того чтобы провести этот ритуал и некоторые они приезжают варанаси специально чтобы здесь умереть потому что они понимают что у них не будет возможности чтобы кто-то из родственников привез и для этого там есть специальные хосписы в которых они живут и у них уже есть договоренность о том что после того как они уйдут их собственно сожгут и развеют очень интересно смотреть на лица людей которые как бы европейцев которые приходят на эти места кримации потому что у них происходит некий переворот в сознании потому что обычно в нашей жизни мы о смерти стараемся не думать мы ее очень боимся и как-то пытаемся от нее спрятаться и забыть о том что она вообще существует для индийцев как бы это просто как часть жизни для них смерть это не является чем-то ужасным наверное в каком-то смысле я сейчас познакомился очень интересно я подбирал всякий материал в Варанаси нашел ролик про Варанаси в интернете и познакомился с девушкой которая была там узкой из Самары и сделала собственно очень интересный ролик про Варанаси а сейчас она на Бали и она рассказала у них же тоже индуин на Бали и она рассказала что там они вообще как бы на похоронах пляшут смеются и как бы едят огромное количество блюд и для них как бы это как бы празднество это не такое горестное событие как у нас как бы причем я кстати похожую историю слышу что на Руси было до христианства да что до христианства тоже как бы это не было такой трагедии и что до смерти являлось как бы таким переходом что ли из одного состояния как другого но в Варанаси конечно такого нет чтобы там прямо люди радовались не смотря на их мировоззрение и плачут они и в том числе например на сами кримации женщины как правило не пускают именно за это не так чтобы они были не смущали мужчин в том числе скажем вот вот но для них действительно смерть как бы это речь такая обыденная в каком-то смысле они с этим живут и понимают что в общем рано или поздно они тоже оказываются на этом костре и для них это ну как бы да оно есть с одной стороны а с другой стороны мне кажется что вот это осознание оно дает то вот как раз то что я говорю что для них каждый день как последний он дает то что они понимают очень сильно из-за этого цены жизни они понимают то что как бы действительно может случиться все что угодно и они могут оказаться уже когда мы здесь и поэтому они как бы переживают тот день который у них есть так как они могут все что да 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 вообще если говорить про время это тоже очень интересная история сегодня завтра потому что в индийском языке я когда с этим встретился я поразился где-то целый такой менталитет когда у них слово вчера и завтра это одно и то же слово точно так же как и послезавтра и позавчера это тоже одно и то же слово как они отражают ну отдаленность событий да то есть есть сейчас а вот как бы завтра и вчера это вот как бы одинаковое расстояние то есть у нас есть завтра вперед а есть вчера оно назад а у них как бы это одинаково то есть есть сейчас а есть не сейчас да мы будем поговоря то есть вопрос в том что есть как бы не сейчас но он в каких-то рамках да то есть право или влево не вперед назад а вправо и влево скажем так Другая система кардиналов. Может поэтому и... То есть это как раз отражение того, что они живут в настоящем. Ну да, да. Дома, по большей части, они не достроены. Я думаю, что так же, по-моему, я слышал, что у Арабов такая же история. Они не платят налоги за счет этого. То есть если дом не достроен, они могут не платить себе некоторые налоги. И там вообще очень сильно это становится проще. Поэтому очень многие дома находятся в состоянии, как казалось бы, полуразручно. На самом деле это делается абсолютно специально. Где такого, что первый этаж строит отец, потом, когда он его рождается, сына надстраивает второй этаж над своей? Я бы спрашиваю, что они скорее... Мысль очень правильная. На самом деле они действительно живут в семье вот таким образом. То есть в одном доме могут жить три поколения. Действительно деды, отцы и внуки. И действительно они как бы заранее простраивают. То есть не сказать, что там родился сын в этот момент. Они скорее загодя это делают. Вот. И на самом деле у них это очень здорово работает. Меня поразила, например, чихана, которая была рядом с моим домом, в котором, собственно, три поколения они работали, деды и чиханщики. И было видно, насколько это не принижает людей. То есть у них... Вот это очень здорово в том, что он вроде бы занимается каким-то простым абсолютно делом, но при этом он уважаем другими людьми. Он имеет некий статус. И он не является там... Ну ты чиханчик... Он внутри касты как-то, да? Есть которые... Ну тут скорее даже дело не в касте. Вопрос в том, что система ценностей она другая. То есть вопрос в том, что для них скорее важны качества этих людей. То, что они честные, то, что они беспорядочные. То, что они верующие, да? То, что они живут по совести. Вот это как бы является качеством. Не то, что у них куча денег. Не то, что они ездят на какой-то машине. Не то, что у них есть какая-то должность, которая там с кучей кучей длится. Система ценностей другая. И именно из-за этого он вроде как чиханщик, но при этом у него нет потребности там, я не знаю, заработать на эту самую машину или там купить себе сверх какой-нибудь мощный ноутбук. Потому что для счастья ему это не нужно. Для счастья ему нужно делать то, что он делает. То есть служить людям и дарить им как бы чай с самого утра и до самого вечера. И это на самом деле очень здорово. Сейчас. Да. 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 И поэтому у него нет никакого как бы страдания внутри него. О том, что вот он несчастный, он занимается непонятно чем, прожигает свою жизнь. Наоборот. И он как бы понимает, что его внук будет заниматься тем же, внук его внуку может заниматься тем же самым. И это очень здорово. Если разобраться, то на Руси опять же это же было точно так же. У нас же были семьи, они же назывались опять же в честь того ремесла, которым как бы человек занимался. Ученицовы. 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 Ученицовы сейчас не такие большие. То есть понятно, что как бы в реалии текущие они как бы в среднем как у нас, то есть два ребенка, там три ребенка, потому что конечно это непросто. Вот. Раньше, конечно, серии они были. Побольше это арти. Это вечернее поклонение Ганги. Оно проходит каждый день. Собственно, я сам снимал, да. Очень красиво. Арти проходят в очень многих городах, на самом деле. В Решикеши, в Хаинвари, но в Варанасе самая красивая арти, в которой вообще кто-то был арти. А, вот если менее, они только эти снимают? Да, да, да. Каждый день. Я как бы видел разные ролики, где разные люди, которые эти снимали, узнают. Вот, товарищ, я тебя знаю. Или вот это. Потому что он этим занимается каждый день. Владимир. Готово? Варенься. Слушай, ну отлично, надо раскладывать. Как ты мне помог замечательно. Надо бы даже добавить ещё. Сахара? Не добавлял? Ну давай сахаром добавим. Он может приговаривать, чё, как? Сахаром добавим. Так, слышишь, сахар? Да. Есть песочный сахар? Да. Потому что это дело издает, будет тяжело. Да. Издает тяжело сахар. Ну, чтобы он растворился там. Просто кубики, ну, по самому числою, там нет. Хорошо. Такой. Такой. Ну, давай так будем. Биалечки. Да. А это не надо? Я думаю, что ты, если не сахар, ванар, он тебе не поделаешь. Может, конечно, это место сильнее. Это будет. Так. 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 Да. Ненормально. Готово. Вообще, сладости и яйца из чего только не делают. Я когда туда приехал, я его поражён, что можно делать халву. Но она, правда, не совсем как халвау выглядит, в нашем понимании. Из, например, из морковки. То есть берётся морковка, она вываривается, перемешивается с мукой и сахаром. И получается такое, типа, похоже на не желез, скорее, а на такое пюре. Да. Корея сладкая, такое пюре. Ну, то есть, конечно, есть такая традиционная сладость, как же она есть. Да. Скажите, что это носит сари, да? Или это не обязательно? Есть разные костюмы, на самом деле. Есть шальвар камис, так называемый. Есть сари. Шальвар камис переводится как шальвар – это штаны, а камис – это рубашка. Это скорее такое пришедшее от мусульман одеяние. Это отдельные штаны, такие шаровары, да. И сверху рубашечка красивое платье такое. Его очень просто одевать и очень просто носить. Вот. Сари же, по сути, это 7 метров ткани, которая, как бы, да, определенным образом обворачивается. Причем у меня был опыт, ко мне приехала путешественница, захотела покупать сари. Вы пока его выбирали. Там все индексы чуцуманику сходили от европейки, одевший сари. Там просто все… От Востока одевали? От Востока, да. Потому что, ну, она выглядела, конечно, в этом… Потому что сари он был такой белоснежный, красивый все из сериала. Там просто все… все были в полном ауте. Ну, maest Жак. Но вопрос еще в том, что выяснилось в этот момент, как раз, что саре, оказывается, его еще есть разные способы, как его завернутся. То есть, там есть один способ заворачивания — деревенским, есть другой, там, заворачивания королевские, есть там третий способ заворачивания — еще какой-то. Вот. То есть, оказывается, это сарь его еще кроме того, чтобы подвернуться внутрь, ему еще можно по-разному обернуться. Это целая технология. Но сайт, конечно, удивительно тем, что сайт делают из разных материалов, на самом деле, и оно разной стоимости, соответственно, есть. Так, ты сам продавал? Да. Или ещё нет? Попробуем. 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 Его делают из шелка. Вообще Варанасиум, как я говорил, город знаний, город смерти, это, кроме всего прочего, город шелков. Если интересно, там у меня группа есть отдельная, она, ссылка есть в нашей встрече, на Варанасе, там есть много видео всяких разных, в том числе, там ребята, они пошли в фабрики, там огромное количество ткацких фабрик, в которых, как бы, эти самые шелка делают, причём делают их очень интересно, там матрица вставляет рисунок в аппарат, дальше аппарат практически всё почти делает сам, и человек только челнок гоняет туда, сюда. Аппарат, он, по этой матрице, он, значит, рисунок для ниток распадывает. Вот, и шелк Варанасийский, он считается очень, как бы, классным, очень дорогим, и шелк, он выдерживает очень высокие температуры. То есть, именно поэтому, в том числе, они высают и носят, потому что оно выдерживает и влагу, и оно выдерживает очень сильное солнце, не выцветает. И потом, в случае чего, благо это просто, как бы, кусок материи, его очень просто стирать. Вообще, про стирку – это тоже отдельная история. В Варанасе есть, как бы, стирка у некоторых в стиральной машине, но, как правило, как бы, это делается вручную. Вот, это делается либо на ганге, есть отдельная гаста людей, которые занимаются именно стиркой. Это, значит, такой камень, вот, потом, значит, берется эта штука, она вымачивается, потом с огромной силой вот так вот бьется об камень сама, потом берется палка и сверху палты. Это называется ганга-вошинг, да, как и на Руси. Вот, дома же, там, где нет стиральной машины, я этот метод тоже освою, очень эффективный. Они используют щетку, то есть щетка с таким жестким ворсом, пластиковым, вот, берется, значит, вымачивается тряпка, она, значит, промывается, раскладывается, ну, и щеточка вот так. Из всяких порошков и мыла? С мылом. Причем, кстати, мыло, у них тоже отдельная история, у них есть специальные мылы для мытья посуды, например, вот такой брусок, которого хватает на 3-4 месяца. Никаких фейер, никакого жира вообще, вот такой брусочек, ты его потихонечку, вот я до сих пор привез в августе брусочек, он у меня до сих пор не кончился. Я все им как бы мою, он у меня все никак не вымывается никак. И точно такие же у них есть специальные бруски, причем вот этот брусочек стоит 10 рупий, то есть 5 рублей, его хватает на 4 месяца. Вот, и точно такие же брусочки есть для стирки, то есть это специальное мыло, которое предназначено для стирки. Порошки у них тоже есть, и отбеливатели есть, все, полага цивилизации у них существует. Вот, но кроме этого существует и такое. Причем, вот если как бы возвращаться к безумию вот этого всего, это поразительно как это происходит, когда вот кремация, после кремации ты идешь по берегу, тут же как бы идет стирка, сразу же практически. И тут же после стирки люди совершают ритуальное моление по течению. То есть вот это все, как бы это самое, оно вот перемешивается друг с другом. Их это не смущает? Их это не смущает. Мать Ганга, они так говорят. Да, да, Мать Ганга, она священная. Вообще, на самом деле, ну вот, я не знаю, опять же, будет у вас время или нет, есть фильм про Варанаси, и сейчас я смотрю, и появляется все больше и больше, хотя тема очень такая нераскрытая. Точнее, очень мало кто занимается этим вопросом, конечно, потому что место непростое, где вот там рассказывается о видении, как бы, того, почему она священная, того, почему, как бы, несмотря на то, что, казалось бы, она вот такая грязная должна быть, никто не умирает и не заболевает, вот. Я вообще слышу разные истории, одна из них, это, например, то, что я во прошлый вечер рассказывал, то, что есть мнение, что там вводятся особого рода бактерии, которые уничтожают все остальные бактерии. С одной стороны, с другой стороны, там огромное количество ионов серебра, потому что Ганга, она питается постоянно с Ямалой, с одной стороны, кроме этого существуют подобные течения, подобные потоки, которые ее питают. Вот, и благодаря этому, как бы, люди живут и здравствуют. А живность там какая-то водится? Там ловят рыбу. Вот, причем рыбу, вот я видел, например, на улице продающуюся вот такую рыбу. Реально. Причем, по идее, это запрещено. В священных кодах, как бы, не то, что рыбу ловить, там просто плавать нельзя. Вот там аренде идет можно, плавать-то ей нельзя. Не, они ловят там рыбу, ходят с сетями. Вообще, я ни разу не видел, есть, кому тема, опять же, интересна, есть обалденный фильм DC. Он называется, собственно, Ганга. Он из трех частей состоит. Он рассказывает эту историю Ганга и о том, как она в конечном итоге попадает в Сунгарбар, в бенгальском творении. Там есть записи вароносийских дельфинов, речных дельфинов. Я не хочу назвать. Я их там не видел, честно, ни разу, но они вроде как там едят. По Гангуле сплавился? Вот из одного города в другой не по земле пойти? На самом деле можно. И у меня даже была идея как бы устроить такую поездку. У меня знакомые есть или, но она просто не случилась. Там есть, например, форт недалеко от Варанасия. И я думал туда. То есть можно взять большую лодку, кухни даже на лодке и поехать. Нет, все возможно. Но у нас просто там до конца это не стослось. К сожалению, далеко как бы плавиться не получится. Почему? Потому что много где на Ганге построили, к сожалению, чего людей вообще нельзя будет делать. Опять же, плотина, электростанция. Вот. И поэтому, к сожалению, это затруднено. Так вообще, конечно, идея замечательная. Вот. А Варанасия-то с одной стороны Ганги получается, а с другой стороны что-то? Или с двух сторон будет от реки? Ну, да, правильный вопрос на самом деле. Действительно. На сападной стороне Ганги, то есть восточная сторона, не, не наоборот, на сападной стороне находится Варанасия, а восточная сторона там огромный пустырь. И на другом берегу там нету поселения, достаточно далеко. То есть они дальше есть. Там как бы есть небольшой город Раванагар, где есть форт одного из мэров Варанасии. И даже его семья там до сих пор живёт. То есть у них власти нет, но они как бы потомственные цари и цари города. Вот. Но всё дело в том, что в сезон дождей Гангу очень сильно размывает. И вот та самая сторона, она очень сильно размывается водой. Её всю заливают водой, и поэтому как бы там ничего не строят. Единственное, что туда экзолический народ выезжает. Постираться, погуглённых там, тех же самых коров. Но мостов, я так понимаю, нет туда. Мосты есть, но их немного. То есть там есть один мост понтонный. Это мост смерти жизни, мы его назвали. Потому что он вот такой вот весь плавающий. У него настиглены железные пластины. Такие вот. Что что? Фотографии я видел. Ну вот, да. И вопрос в том, что главное это всё. Но там ещё и моторикши носятся вот так. И это всё вот так вот в ходном ходит, когда вот они туда-сюда носят. Но прийти можно, да? Да. То есть выйти и при этом выжить возможно. Вообще, на самом деле, ходят легенды. И вроде как даже люди о ней говорили. Вот я до конца этот вопрос, честно скажу, не исследовал. Что из вот этого форта, который находится на другой стороне, существует подземный ход прямо под Гангой, который выходит внутрь города. В колоде. Ну не в колоде, там дворец, который находится на берегу. Это самое. И для царя, который на случай, если будет оккупаться его, если кто-то захочет захватить его ход, чтобы он мог подземным ходом оттуда как бы убежать. Вот. То есть я внутри этого хода не попаду, врать не буду. Ну, такая история существует. Вообще, на самом деле, существует история о том, что есть как таковой подземный баранасин. Потому что, как я говорил, городу неимоверное количество лет с одной стороны. С другой стороны, большая часть вот той самой древней части, которая была очень-очень старой, она находится под водой. Она находится под землей и под водой. Но, как я понял, проводить там какие-то, ну там, не знаю, аквалангистские работы или еще что-то, там никто не решается. Потому что там вода все время пребывает, она очень мутная. И, кроме всего прочего, я так понимаю, что, опять же, ганга священная, и это тоже, как бы, очень не усложняет. Есть это, правда? Да, спасибо. Вот. Спасибо. Поэтому. Сейчас я посмотрю, у меня, по-моему, фотографии... А вот вы говорили, это место, откуда идут лучики. Да, 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 да. Вот. И что эти бродотуристы почти не впадают. Кому-то не знают, да, про это место? Во-первых, не знают. Во-вторых, потому что, как я говорил, сами индийцы, они старательны, там, охранники, они очень боятся. Они боятся того, что индийцы пойдут туда, куда надо, и там по ворке им стучат за это. Нет, но это же не там мечеть, или там? Там, там, рядом, собственно, всё правильно. Нет, рассказывали, что вы тогда, в Леониде, это два туристомальных храма. Нет, нет, там как раз мечеть рядом. И там и колодец, да? Ну вот, вот, видите, вот рисунок, я, собственно, ещё не открою. Нет, то есть, ну, я помню его... Ну, вот колодец, и вот здесь вот дорога к мечети сразу идёт, как раз к него. И они боятся, что туристы могут сюда забежать мечеть. Что-то перепутывать. Что-то перепутывать? Да, почему? Ну, я не знаю. И вот из этого места, да, это вот эти лучки, где стоят... Да, да, да. Да, да, да. Нет, нет, с солнцем это другое. Я про солнце опять не спросила. С солнцем, о. С солнцем другое. Там с солнцем связано... Вот в том месте, где вы сказали, что там две маленьких каких-то машинки только нашли. Да, да, вот здесь вот, в центре города. Там сель. Да, да, да. И туда туристы могут с тобой пройти. Да? Ну, только надо знать, куда идти. Ну, я водила. Да. На самом деле, Варанасье, он в этом смысле очень интересен. Почему? Потому что, опять же, сам вот эта старая часть города, она вся куча узких-кучких улочек. Я, как бы, знаю эти улочки, когда водил людей, я этот маршрут уже знаю, они просто обалдевали. Потому что ты идёшь вот так, вот так, вот так. А в группу лучше не отсылать. Они сделаны такими узкими специально. Я сначала не понимал для чего, а потом понял, когда погул там летом. Потому что за счёт вот этого устройства прохлада, она остаётся вот между домом. То есть, если ты выходишь на широкую дорогу, там жара просто неимоверная. Потому что сама земля накаляется, и весь воздух там просто горячий. Но если зайти вот в эти вот улочки, куда солнышко особенно не попадает... Тенёчек. Да, там хорошо, там тенёчек, и не так всё страшно. Вот, по поводу вот святых людей и так далее, вот могу показать вот такого дядюшка, с которым я познакомился. Например. Вот он не сидит на ганге, не облегливается мукой. И когда ко мне приезжали туристы, которые хотели пообщаться с кем-нибудь таким учёным интересным и так далее, я, как правило, водил именно к нему. Его зовут Влад Шастре. И он как раз в Бичу университете преподавал достаточно долгое время санскрит. А сейчас у него очень много частных учеников с Европы, с Голландии. Сейчас вроде как школы ему в Европе в Швейцарии сейчас делают, собственно. Вот. Он в Москву в этом году приезжал. Он, типа, даёт... Что-что? Он ещё подъезжал. Да. Он, на самом деле, очень пожилой. У него уже около 70 лет. Вот. Но при этом, да, да, очень позитивный. И вот, как бы, когда мне люди говорили, что они хотели познакомиться с клиентом особенным человеком, как правило, я вот водил к нему, потому что я знал, что это абсолютно было. С одной стороны, безопасно, а с другой стороны, ну, достаточно... Достаточно было, да, правильно. То есть, что нам будет у нас иного? Что там достаточно? На самом деле, да, это интересный вопрос. Раньше эти точки и головные уборы, в том числе, они могли показать то, какой касте человек принадлежит, какому сословию. Да. Я вот, когда был на Алтае, мне очень было интересно, мы были в доме айротов, там местное поселение, местный народ. И там рассказывали, например, что вот на костюме девушки, да, вот на платье, на вышивке, которая здесь вот нарисована, по тем цветам и орнаментам, которые, как бы, были обозначены, можно было узнать абсолютно всё. Из какой она семьи, из какого она сословия и прочее, прочее, прочее. У индийцев очень похожая история. То есть, это вот эти точки на лбу, головной убор, то, каким образом пострижены волосы, то, что человек носит на шее, например, говорит, ну, как паспорт. То есть, это очень сильно его идентифицирует. И сейчас так? В некоторых вещах, да. То есть, например, если человек носит рудракши, то это шиваид, практически 100%. Если он носит туласи чёткие, это, скорее всего, кришнаид либо вайш. Рудракши, ну, я в этот раз не принёс, это зёрна дерева. А, дерево, оно только вообще не стоит. Да, да, да. Рудракши переводится как «глаза рудры», а «рудры» – это одно из имён шивы. И считается… Все есть шивы. Да, да. Все есть шивы. Вот. И, как бы, вот эти точки, они, вот их место, их размеры, они, как бы, могут быть символизированы. Как правило, при походе в храм, то есть, если ты берешь храм, то Совсенослужитель, как правило, он наводит все наши самые. То есть, ставит эти точки. В момент посещения храма могут ещё провести вот так вот в Ибхуте. Это тоже отдельная история. Вообще, очень многие шиваиты, они наносят на тело випхутия. Что такое випхутия? Тоже нужно этим рассказать. Гературемба. Что-что? Гературемба. Да, да, практически. Но здесь тоже это особенно интересно. Это по возвращению про коров и всё, что с ними связано. Но всё дело в том, что корова не только сама по себе священное животное, но все её продукты жизни и деятельности, они тоже священные. И не только молоко. В плодородии это страшное видение. Вот. И в том числе, например, навод. Он как бы может быть пойман до достижения Земли. Типология взяла. Дальше на нем будут произведены различные ритуалы. Он несколько раз пережигается с определёнными мантрами, с определёнными сказками. После чего получается некий белый порошок. Такой. Вот. И этот пиловый порошок, он считается, что у него есть очень аэроэгические свойства. То есть его можно принимать, просто кушать. Такой лабораторный что-то не сделает. Да. Вот. И с одной стороны. И с другой стороны его очень полезно считается носить на своё тело. То есть они ставят вот как бы знак шивы, три швы, три полоски вот по всему телу. В реальных трактах там вообще написано, что если ты не поставил себе как бы вихути, то всё остальное это вообще вот. Всё, что нужно делать по ритуалу там. Поливать что-то водой там. Вообще можно не делать. Уже всё без того. Всё в пустыре. Да. Вот. И поэтому как бы да, они используют его эти самые. Есть пхасмы, это так называемые порошки, которые тоже делаются из разных. Вообще вот эти точки, например, они делаются из специй. Это в первую очередь куркума. И ещё одно спец, по-моему. Ну, куркума, например, она же очень яркая. Жёлтая. Жёлтая. Да. И дальше добавляют красную. Да, да. Сейчас. А вы даже в России, вы предпочтения индийским были бы для этих лекарств? Ну, я по большей части контролирую сам, скажу честно. Вот. Я... Но в первых суток нет. Опять же я буду. Я когда приехал из Индии, мне было очень грустно. Я пришёл в ленту, ходил по ней вот так вот. И ещё не мог понять, что здесь вообще можно купить за эти деньги и за такого вот качества. Ну, потому что, чтобы понять, я на прошлый раз это рассказывал опять же. 1 грамм картошки 6 рублей. Причём, эта картошка, она молодая, она только что, как бы... Да. Привезённая вот, собственно, из деревьев. И так, в принципе, всё. Помидоры, огурцы, фрукты, я не знаю. И поэтому... Да. И еда, в принципе, вот только как они её готовят, они, конечно, гениальная. То есть они могут не знать вообще никакой арведы. Вообще в этом ничего не понимают. Но из-за того, что у них это абсолютно традиционно, из-за того, что они спокойно века вот эти пакеты, которые сделали... А челам праж? Так. Почему? Я могу сказать, челам праж, на самом деле, бывает разный. Об этом тоже мало кто знает. Вот. И тот челам праж, который попадает к нам, он, на самом деле, не очень хорошего качества. Потому что фирма Дабур и Гималая, у неё уже как бы испортились. Потому что они вышли на иерархистский рынок и не решили, что из-за этого они могут упрощать свои формулы. И их продукция стала терять своё качество. Ну, и есть челам праж другого качества. И в Индии северные, и южные они разные вообще. Вот. Но я могу сказать, что кроме челам праж, огромное количество разных медикаментов есть, которые, ну, как бы ничуть уже и значительно интереснее и очень нужны нам. Ну, там, я не знаю, например, item. Это капли для глаз, которые вот людям, которые работают с компьютером, не просто необходимы. Они очень классно расслабляют глаза, позволяют снять усталость. Пару раз закапываю, и всё вообще отлично. Вот. Ну, к примеру. А их практически много. Я знаю, где у нас в индийских магазинах продаются безумные деньги, по сравнению с индийскими классами. Вот. Вот. А где он реальный? Здесь магазин, вот кроме новостания, я знаю, это ещё больше, да? Ну, на самом деле есть магазин «Куривар». Сейчас уже недавно они открылись. Прямо напротив гостиницы, которая называлась «Советская», сейчас она называется «Азия». На Лермонтовском проспекте между технологией Балтийским. Вот. Есть подпольный магазин рядом с Мори Чаем на Эфимолке. Ну, там подпольный, подпольный. Там не вылезки, ничего. Такое я слышала, понимаю, так не знаю. Вы там в магазине, да, у нас находится? Нет. Нет. Нужно выйти, зайти в первую же подворотню. Подъезд туда, там что? Там подвернуть налево, нажать на кнопочку, чтобы спуститься в подвал, и только вот там вот можно что-то сойти. Ну, я рыбу, например, ем. То есть, не знаю. Я для себя понял, что вот как бы не есть что-то, потому что тебе кого-то там жалко, это очень странно. Потому что, ну, как бы, овощи, если так разобраться, то, что жалко им, то же, наверное, больно. Ну, если так. Но мне, честно, из всех этих соображений жалко самого себя. То есть, вот почему я перестал есть мясо, я просто понял, что я не хочу, как бы, мучить свой организм и делаться над ним. Именно поэтому я перестал его употреблять. Только из этих соображений. Ну, то из тех соображений, что это вредно для организма. Ну, зачем мне делать? То есть, почему я, наверное, не курю? Потому что я понимаю, ну, зачем мне это? Нет, только от головы. Я не буду, потому что не хочу. Мне нет потребности курить. Угу. Я не ем мясо, потому что я не хочу мясо. Ну, хотя я вам буду иногда его съесть, я не говорю, что я буду вредит реальность. Но если вкусно, сделано, допустим, где-то, я с удовольствием съем. Но сама готовить я не буду, я не хочу, мне нет потребности. Если я буду думать головой, что да, мясо бредит. Здесь вопрос не то, что вредит, не вредит. Если я понимаю, что если я на себя стукну, поговорю, мне будет больно, зачем я на себя стукать не говорю? То есть, если я понимаю, что что-то будет мне неприятно, ну, зачем мне это делать? Я же делаю максимум здоровья. Поэтому, как бы... У вас классные тарелки. Это из индийской тарелки. Это из индийской тарелки. Это тарелка вашая, да, какая-то? Чеченица. Это не Чеченица. Это вот листья, они вот... Тут мир поразительный. То, что, на самом деле, посуда существует абсолютно натуральная. Точно так же они из глины, например, делают чашки одноразовые. Для того, чтобы... Туда можно было положить чай. То есть, налил, выпил. Тут же разбил, а тут же... Не обожженная глина, но тут же как бы заканчивается. Точно так же они для хранения дома, там, круп, всяких разных... Они горшки самых разных размеров подают. От маленьких до достаточно больших. То есть, обычно, глины на горшочке такси. Там не подавляя. Да, да, да. Дома запросто. Вот я у себя так храню, как раз, как бы, там, все эти лисы. И же с ними спил пару горшочков. То есть там. Но при этом, почему-то, они, как бы, тем не менее, используют одноразовые пластиковые стаканы. Бумажные, бумажные стаканы. Которые бросают на берегу. Да. Которые бурку брасывают. И они, почему-то, не растворяются. Почему-то непонятно. А какие у вас, у вас, вот, произошли изменения? Ну, как бы, в сознании, у кого-то там же единицы? Я думаю, что я стал проще относиться к многим вещам, скажем так, с одной стороны. С другой стороны, ну, я до этого был, наверное, достаточно стрессоустойчивым человеком. Мне кажется, что я стал еще более просто стрессоустойчивым человеком. Я расскажу вам историю. Это еще было не вот в эту поездку, а до этого. Когда я приехал в жители, когда я вошел в троллейбус, сел не в ту сторону. И вот я доезжаю и понимаю, что, в общем, я не там, не туда поехал. И ко мне приходит контролер. И я его пытаюсь спросить, скажите, дорогой человек, а вы сейчас обратно поедете? И контролер понимает, что мы на кольце, что я должен выйти. И он начинает на меня кричать. И говорит, что? Почему мы не вышли? И вот в этот момент я чувствую себя индийцем. Потому что индийцы, когда на них начинают кричать, делают вот так. И я понимаю, что у меня тоже были причины. И все равно, как ветер. Вот он дует, я ничего с ветром делать не могу. И вот он дует, дует. Я говорю, милый человек, я понимаю, прекрасно. Я говорю, скажите, вы обратно, а он понимает, что меня его задевает? Он начинает еще больше злиться. Его прямо лбу трясет всего, он начинает еще больше. А я дальше понимаю, что ну ладно, ничего. Все это заканчивается тем, что приходит водитель троллейбуса и говорит, ну понимаете, ну у нас как бы нельзя заставлять пассажиров, нам как бы не разрешают. Вот там вот выход, вот там остановка и вы сядете. Я говорю, спасибо, милый человек. Все на этом. И вот куда девался этот дядьчик потом контроллера, я не знаю, кто с ним был. С богу нельзя. То есть, наверное, ну вот это то, что действительно дает Индия, оно дает очень много сил на самом деле. Оно дает очень много, как бы, ну как заткать. После того, как ты понимаешь, как, я скажу еще вот это, когда я увидел, как живут люди, в каких условиях и насколько они при этом как бы остаются, во-первых, людьми, во-вторых, остаются честными людьми, и в-третьих, они от этого не чувствуют себя ущербными, да. Вот это во мне вызвало огромное уважение, с одной стороны. А с другой стороны, приехав сюда, я увидел, как люди, у которых как бы ситуация в много раз как бы лучше, много раз как бы проще ситуация, они жалуются на свою жизнь, и вместо того, чтобы что-то сделать, хотя у них возможность какая-то есть, они просто жалуются на свою жизнь и не делают ничего. И вот там это как бы, ну это вот чувствуется очень сильно. И очень, ну как бы, на контрасте становится понятным. Кто на самом деле действительно несчастен, и кто на самом деле действительно несчастен. Ну, уже в декабре планирую, на самом деле. Так что сейчас тоже в Варанасе? Скорее всего, нет. Все дело в том, что так судьба интересно сложилась, что я сейчас как бы работаю некоторым проектом айтишным, вот, и весьма вероятно, что я буду дальше над ним работать из Индии, и для этого у него будет хороший интернет, ну и как бы солидное электричество. Ну вот, поэтому, скорее всего, это будет Киала, а дальше посмотрим. Ну, плюс еще сейчас в Варанасе в декабре очень так холодно, и это самое, не очень хорошо. Вообще, в принципе, в Индии ехать можно круглый год. Могу сказать почему, потому что она очень большая, и в ней в любое время года есть куда поехать. То есть просто нужно ездить в разные места. То есть вот зимой, например, хорошо ехать куда-нибудь на юг, куда-нибудь там. В Гакарну, например, вместо Угуа, например, они рядом друг с другом, либо в Пуре, либо в то же самое, в Киролу, где в Бакян, где можно очень хорошо отдохнуть, покупаться. А больше были там в Кироле? Нет еще, в Кироле еще не было. Вот. А если говорить про, например, лето, то летом очень классно в Киргоре Гималайфа. Там как бы не жарко, и там можно походить как бы по горам. Там очень красивые водопады, очень красивые места, очень много буддийских мест, очень классных. Вот. А если говорить про Варанаси, например, то вот сейчас вот этот период, он как раз самый такой классный. Вот октябрь, ноябрь, конец сентября. Почему? Потому что, во-первых, там уже закончился сезон дождей, уже сходит вот эта вода, это Галина, которая как бы намыла на сезон дождей, да, уже подсохла. И, во-вторых, начинаются прямо такой как бы один за другим праздники. Там как раз вот этот Другой Пуд же классный праздник, включить концерты. Потом сейчас будет Дивали, Дик Ди Павли. Кстати, вот по поводу... А в марте там не было? Да, в марте уже даже немножко жарчеет. Вот. Конечно, декабрь, январь там, ну, не сказать так холодно прямо, как у нас. Вот. Но, конечно, это самое. На океане оно просто приятнее, что ли. Вот. Вот этот Див Ди Павли – это самый красивый, конечно, праздник, который я видел в Варанаси и всех, которые там были. Да, они все ступеньки вообще украшают лампадками. Это даже не свечи. Это тоже очень интересное дляобретение яйцев. Это, по сути, как бы, плошечка, да, в которой заливается масло, вставляется фитин и поджигается. Все. Ну и просто. Дальше они ходят и подливают масло потихонечку в эти самые лампадки. Офигезно. Да, да, да. На самом деле Дивали – это праздник огней. И он, как бы, это самый переход, вот, когда происходит от длинного дня к ночи, когда вот ночью начинает… Длинное, как вы говорите, зимнее состояние. Да, да, да. Когда ночью начинают быть длиннее, то это день, когда считается, что темные силы, они со светлыми борются. Именно для этого нужно, как бы, зажечь кучу свечей для того, чтобы… для того, чтобы остановить, как бы, зло, для того, чтобы свет победил. Вот. Но вот это, на самом деле, Дильди Павли. А Дивали, конечно, он сумасшедший по себе, потому что Дивали напоминает наш Новый год. И они все затариваются огромным количеством пиротехники. И в ночь наступает просто война им немцы. Они все выходят на крыши, и корм начинает поджигать эту пиротехнику. Причем, главное, не чтобы красиво было, а главное, чтобы громко. И когда ты сидишь, и вдруг тебе во двор дома залетает такая пятница, и так бух-бух, крылья из дома, будешь все ли еще живы. Вот. Поэтому, конечно, ну вот как у нас Новый год бывает устраивает здесь пиротехнические эксперименты, вот индийцы тоже это очень дело любят. Вот. Весь город он стоит на ушах в эту ночь. А Дивиду Павлю в этом смысле он попроще. Он попроще, очень тихий, спокойный, но очень красивый. Очень красивый праздник. Визу-то где здесь можно получить? Что-что? Здесь в Санкт-Петербурге и Кусика? С визой сейчас, да, мы про это не поговорили, с визой сейчас все достаточно просто. Значит, сейчас есть, насколько я знаю, отдельный визовый центр, через который это делается. Визу заполнить у нее данные можно прямо через интернет. Там есть как бы форма, которую прямо в интернете можно заполнить. Есть шаблон, там просто нужно проверить, как там Санкт-Петербург написает, вот эти вещи, если сопоставить. Вот. И дальше просто она распечатывается, у них тут же в базе соответствующая запись происходит. Там нужно принести... Вот единственный момент, который, может быть, нужно отработать, это им бывает нужна бронь отеля какого-нибудь. Чтобы ты не просто никуда едешь. Да, для этого можно использовать какую-нибудь букинку, например, в которой можно забронировать отели со снятием брони без снятия денег. То есть, когда ты бронируешь отель, они не берут в себя денег, просто записывают в госгарту и там, скажем, за пару дней можно снять. По-разному, в разных отелях по-разному. То есть, имя отеля есть, можно даже распечатать то, что есть бронь. И все без проблем. Все равно где-то, так сказать, да? Абсолютно. В принципе, да. А то, что у тебя должны быть билеты, да, и обратно? Ну, не знаю. Я ехал, как бы, вошусь туда. Может быть, туристически, я даже студенческий. А как лучше вообще купить билеты здесь, туда и обратно уже как-то? Или можно быть там билеты и билеты? Ну, вопрос от сезона, на самом деле, в принципе, да. То есть, здесь вопрос о том, насколько долгая, как бы, поездка. Если надолго, там, скажем, на шесть месяцев, может быть, смысла туда обратно покупать нет. Проще купить там. Ну, на шесть месяцев у вас будет на два, на три. Ну, а нет, здесь вопрос только финансовый. Потому что так может быть и на шесть, но, как бы, денег не вазит. Ага. И непонятно, насколько хватит, потому что мы там не были. Понятно, да. Ну, то есть, остаться там денег, когда у тебя еще билеты, через месяц, вообще не приходит. Ну, да, 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 я понимаю, понимаю. То есть, вот это вот подрассчитать, ну, как бы, сложно? Ну, вопрос только в том, что билеты их лучше покупать, скажем, заранее, а не в этом смысле дешевле, то есть, только в этом, наверное. В принципе, из Индии и евреи улетают достаточно дешевые деньги и достаточно дешевые аэрофлоры. То есть, тысяча двенадцать в одну сторону, но с Питером, к примеру, вполне реально. Не знаю, это уже может быть сложнее. Через Ульбек, по-моему, как-то было. Ну, это было несколько лет назад. Ну, я думаю, что сейчас, сейчас, верно. Сейчас, верно. То есть, есть такие дешевые, есть чартеры. Но чартеры, они ограничены тем, что время только две-две недели. То есть, обратный самолет уже должен быть через две-две недели. Поэтому это, как бы, сложно не надо. А еще мой такой вопрос. Насчет певиции. Ее открывается она, как говорится, в детстве, когда ее вытолим? То есть, сейчас надо брать, потому что она ближе к поездке. Ну, желательно, да. Но вообще, на самом деле, сейчас уже визу дают на шесть месяцев. То есть, ее запрашивают или занять не все равно дают? Нет, ее лучше запрашивать, да, и объяснять, почему это должно быть так. Вот. И если есть желание, на самом деле, тоже на эту тему подумайте. Если вы захотите, например, поедите только в Непал, что, например, из Баранаси можно вообще на автобусе сделать или на поездке. Ну, да, просто на подумать, да. То нужно многоразовая виза. Потому что вам нужно из Индии как бы выехать, потом обратно. Здесь может потребоваться, чтобы у вас уже были билеты до Непала, хотя бы какие-нибудь, чтобы им предоставить, чтобы у них было понимание, что вы не просто шагите. Да. То есть, зачем вам многоразовая виза? Вообще существует, в принципе, даже мульти-виза. И я, когда тут свою студенческую делал, она была у меня мульти-виза, хотя я не пользовался этим эвакуалом. То есть, я в Россию не возвращался за эти куризы. Но, в принципе, есть такой вариант, когда можно энное количество раз везать и выезжать. Потому что из Индии, в принципе, ну, как бы, рядом много государств находится. В Иландии не так далеко. И, там, я не знаю, то там тоже Шри-Ланки, например, народ ездит. Вот. Поэтому там по округу тоже идут. Да, по дороге. В принципе, да. Да. Ну, просто, как вы говорили, что можно там жить со сезона в месяц. Угу. 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 Практически путешествовала. Угу. Она была в... до этого в Таиланде. В... так же... в Камбодже. Угу. Угу. Малаян, по-моему, Непалии. И вот доехала до Индии и собиралась уже дальше там, может, типа Непал или еще что-то. То есть, в принципе, если экономить и как-то... Ну, как бы, когда в нем когда-то не было, то вообще экономить, да, уже не было? Нет, почему? Все может быть. Но здесь вопрос в том, чтобы понять, как бы, некую цифру, да, того, что должно стоить, какие они адекватные. И, в принципе, для этого есть источники, есть формы тот же самый, да. Да, и я свою визику могу оставить, да, конечно. Вот. А так, тут вопрос в том, чтобы, ну, как бы, в некотором смысле поставить себя, да, в том смысле, что если Викша, он говорит, вот это стоит сто, потому что ты понимаешь, что это должно стоить пятьдесят, нужно стоять на своем и сказать, что это стоит пятьдесят. Вот не нужно идти пешком. На самом деле, если ему сказать пятьдесят, твердо это сказать, то после того, как вы отойдете три метра, он за вами прибежит. Уметь отторговаться, то пора. Ну так все. Не, если есть такие навыки, то дальше уже все. А как столько марта здесь обстоит? Как он с банкоматами обстоит? Банкоматами на каждом шагу, но, предупрежу, были истории, и это тоже была отдельная история, как бы, это просто нужно иметь в виду, и знаешь, что в этом случае делать. Когда у меня несколько моих путешественников, они всовывали карточку в банкомат, набирали пин-код, говорили снять деньги, банкомат говорил, да, и вырубался свет. И карточка ставилась там, да? Нет, карточка вынимается, но деньги они со счета снялись, но при этом не вылезли. И что? Вот, значит, истории есть разные. Вот с моим приятелем, последний раз мы постучались в стенку, которая была за дверью, ну тут же в банкомате, там оказался дядечка, который сказал, буду через 11 часов деньги будут обратно. 11 часов. Да. И они, как бы, вернулись, действительно, на следующий, ну, как бы, практически в этот же день. А в другом месте нас послали, как бы, в банк, вот, от кого был этот самый банкомат, и там уже, как бы, разбираться. Ну, по-моему, так до конца вот там этот вопрос всегда решать не смогли. То есть сумму лучше не снимать изновременно? Нет, просто нужно это иметь в виду и, как бы, понимать, что это самое. На самом деле карточка – это лучший вариант переводить деньги, скажу честно, потому что, действительно, банкоматы, они есть везде. Карточка, она, как бы, маленькая, ее легко спрятать и, как бы, легко, тяжело ее вытянуть, скажем так, если она, там, где-то под одеждой спрятана. Вот. В принципе, действительно, банкоматы есть практически кругом, вот. Но нужно иметь в виду, что это надо, знаете, ну, иметь телефон, грубо говоря, банкомата, и лучше всего пользоваться частными банками. Есть ИЗДАЙ – это государственный банк, который, ну, как наш Сбербанк. Сбербанка нет в Индии? Ай-яй-яй. Наши комрады. Да-да-да. Ну, еще не все, я думаю, еще все впереди. На самом деле, русских они очень любят, они помнят нашу советскую дружбу, когда им так называют, что, как бы, ты из России, они бывают, что очень, как бы, радуются. Или двоем, а потом молодежь, да? Да-да. Я здесь индийца встречал, который, как бы, сюда, там, ну, дедушку недавно на площади туда встретил, который, как бы, в советские времена приезжал, и тут твоя семья опять привез, как бы, в Россию. Поэтому, на самом деле, с русским они хорошие отношения, и хинди русских хай-хай – это правда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!